Менял свой свет, и вскоре стало невозможно отличить свет от тени. На подходе к горам Чуму ненадолго обратил свое внимание вверх, после чего запрыгнул на первый стологмит, начав подъем вверх. Вскоре Чуму оказался на стометровой высоте. Сверху он окинул взглядом собравшуюся у стены черную массу участников битвы за царство. Защитник сферы подтвердил готовность. Первый бой прорыва сферы, Хэцин, произнесла юная леди Шань, обратившись к толпе. Все начали озираться по сторонам, пытаясь отыскать того, кому не повезло быть выбранным первым. Хэцин повторила еще раз юная леди Шань. Наконец, кто-то лениво отозвался. Голос раздался из угла, в котором люди быстро нашли довольно неопрятного человека, прислонившегося к стене. Вид у него был заскучавшим, и складывалось впечатление, словно он совершенно игнорирует то, что люди посчитали несчастьем. Хэцин, где я слышал это имя раньше, пытаясь вспомнить, кто он такой, в толпе поднялось обсуждение. Это молодой человек из палаты духовных питомцев, который сражался в зверином побоище. Он получил высокий рейтинг в нескольких известных турнирах в рамках звериных побоищ. Некоторые из тех, кто видел его соревнования, говорят, что до сих пор не видели его реальной силы. Так это он. Если таких людей, как этот Хэцин, будет побольше, у нас появится шанс успешно прорваться в следующую сферу. Тем временем Хэцин с легкой улыбкой на губах прошел через толпу. Пройдясь взглядом по фигуре стоящей над ними Леди Шань, он вяло спросил. Могу ли я выбрать двойной контроль? Да. Кивнула юная Леди Шань, и через духовные исследования передала чуму условия сражения. Вероятно, как член третьего класса Хэцин обладает какой-то силой. В ином случае он бы не был узнан толпой, когда объявили его имя. Сила Хэцина ненормальна. Я думаю, что даже Чучин вряд ли хочет, чтобы его питомцы души исчерпали свою боевую мощь на таком сильном эксперте третьего класса. Возможно, он сразу его пропустит. У защитников сферы есть право выбирать, пропустить или сразиться. Как правило, более консервативные защитники первого испытания пропускают экспертов второго и первого класса. В противном случае, исчерпав на них свои силы, им стало бы труднее остановить других конкурентов. Тем временем высоко между двумя вершинами, на одном из сталагмитов, застыла равнодушная фигура чуму, облаченного в белые одежды. Обратив свой взгляд на члена третьего класса по имени Хэцин, он спокойно ждал, когда тот приблизится к вратам мира усопших. Он не позволил ему начать восхождение к вершине гор. Когда Хэцин приблизился к горам, чуму произнес заклинание. Вокруг тела чуму закружились вихри необычного ветра. Они походили на черную ленту, в мягком танце порхающую вокруг парня. Но затем они стали собираться в один торнадо. Внутри него постепенно появилось маленькое тело духа связующего ветра, под контроль которого тут же перешел холодный ветер этого места. Поскольку воля духа связующего ветра изменила направление потоков, ветер стал ощущаться комфортней. Дух связующего ветра сделал несколько кругов вокруг чуму и аккуратно приземлился ему на плечо, выпустив серию звонких звуков, больше звучащих как лепет избалованного ребенка. Сегодня ты можешь действовать так, как тебе заблагорассудится. С улыбкой на лице произнес чуму. С высоты сотни метров он посмотрел на достаточно крошечную фигуру первого участника прорыва сферы. Цинь. Прошло некоторое время с тех пор, как дух связующего ветра сражался в последний раз. Получив команду чуму, он быстро полетел вниз над возвышающимися между гору сталагмитами. Хэцин, естественно, был в курсе чрезвычайно высокой силы чучина из духовного дворца. Чтобы избежать каких-либо неудач в этом прорыве сферы, он разумно выбрал самую низкую сложность. Да, он прекрасно понимает, что не противник чучину, но в то же время он может быть уверен, что, когда два питомца чучина столкнутся с его четырьмя, Хэцин сможет на деле показать, что он не простой противник. После такого защитник сферы вряд ли решится продолжать сражаться с ним до самого конца и даст ему пройти. Высота гор зеркальных мечей впечатляет, и между ними носился странный, холодный ветер, мешающий Хэциню рассмотреть призванного чуму питомца. Тем не менее, он не колеблясь призвал своих четырех сильнейших духовных питомцев. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Он только что закончил призыв, как вдруг ощутил поднявшийся вокруг него весьма сильный ветер. Подняв в воздух много мусора, этот ветер стал внушительной силой напирать на дрессировщика. Духовный питомец типа ветер? Не помню, чтобы у Чучина из духовного дворца был такой. Наверное, это какой-нибудь второстепенный питомец. Если он недооценивает меня, то поплатится. Лицо Хэцина скривилось в ухмылке. Он тут же приказал своим питомцам использовать защитную технику. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Сила ветра все нарастала, становилась напористей и непреодолимой. Вскоре он принялся огромными серпами оставлять на земле у подножия гор длинные рубцы. Во вратах мира усопших ледяной ветер и вовсе стал каким-то демоническим, и Хэцин до сих пор так и не разглядел призванного чуму питомца. Он лишь мог ощущать ненормальность силы этого ветра, и вскоре на смену его самоуверенности и вялости пришла серьезность. Внезапно перед ним появились бесчисленные черные потоки ветра. К его ужасу они сформировали несколько смертоносных серпов, каждый из которых достигал в длину более 20 метров. С порывом черного ветра они понеслись, крутясь в воздухе, на Хэцина и его питомцев. Это техника ветра 9 ранга. Увидев мчащиеся на него серпы черного ветра, Хэцин мгновенно побледнел и застыл на месте. Техника 9 ранга. Средняя сила духовных питомцев Хэцина находилась на уровне монарха 8 ранга. У него почти нет питомцев, способных противостоять технике ветра 9 ранга. Кроме того, эта техника ветра 9 ранга имела очень широкий радиус поражения, и несмотря на то, что его питомцы были разбросаны по сторонам, они все равно попадали под нее. Шуа, 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 шуа. Ветряные серпы прошли мимо них, оставив на земле множество длинных удивительных разрезов. Словно среди порывов черного ветра затаился дьявольский призрак, своими свирепыми когтями решивший разорвать все вокруг на части. Хэцин использовал на своих питомцах защитные техники, но технику 9 ранга выдержать непросто. После того, как она прошла по ним, и сам парень, и его питомцы были буквально сметены. Серпы сразу прошли сквозь всю защиту, оставив после себя изрезанные тела, на которых из глубоких ран тут же хлынула кровь. Тем временем возле городской стены молодые эксперты смотрели на устремившиеся в атаку серпы черного цвета. Лицезрев последствия их ударов, покрывшие землю шокирующие рубцы, толпа затихла. С широко открытыми глазами они смотрели на ужасающую технику типа ветер. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Остатки черного хаотичного ветра налетели на них, нагоняя дрожь и страх. После того, как энергия черного цвета рассеялась, было видно, что большая часть территории перед вратами мира усопших серьезно повреждена. Кроме того, недалеко от них валялись избитые и израненные хэцин и четыре его питомца. Завывая от горя, хэцин пытался подняться, а его лежащие в лужах собственно крови питомцы, хоть все еще были живы, встать уже не могли. Никто из тысяч наблюдающих дрессировщиков не успел толком приготовиться к наблюдению за боем, как тот завершился одной великолепной техникой. Никто не мог предугадать такого исхода. Возраст хэцина не слишком различался с возрастом чучина. Вот только первый призвал всех своих питомцев и приготовил защиту, в то время как второй призвал лишь одного питомца, который в свою очередь использовал одну единственную технику. И этим он почти убил всех четырех питомцев своего противника. От такой разницы в силе у людей начала стыдь в жилах кровь. Ранее Чуму участвовал в зверином побоище и сфере охоты. Его единственный вызов дрессировщику был скрытен и закончился с неизвестным результатом. Все лишь знают, что для эксперта третьего класса он слишком ненормален, но никто не ожидал, что его сила будет намного выше, чем у экспертов третьего класса. Она находится на совершенно ином уровне. Глава 576. В Эйсин толпа погрузилась в тишину. После того, как шокирующая техника типа ветер рассеялась, люди еще очень долго завороженно смотрели вперед. Лишь когда стражи унесли тяжелораненого Хэцина и его питомцев для оказания медицинской помощи, люди, наконец, оправились от шока. В этой ситуации очень немногие смогли сохранить спокойствие. Имя второго претендента на прохождение испытания было названо несколько раз, но никто так и не отозвался. Сам участник не желал сталкиваться со столь ужасающим защитником сферы. Если я сейчас назову имя, и вновь не будет ответа, этот человек будет дисквалифицирован. Холодно и без всякой снисходительности произнесла леди Шань. И тем не менее, этот человек так и не отозвался. Понятно, что у него не нашлось смелости даже попытаться сразиться. Но не только второй, последующие претенденты на прорыв сферы тоже отказались от боя. Для них такая сфера в сотни раз тяжелее предыдущих раундов. Любой дрессировщик духовных питомцев с чувством самосохранения откажется лезть к горам. Чучен из духовного дворца слишком силен. Вполне возможно, что ему удастся заполучить финальную награду второго класса. Заставляя нас идти против такого эксперта, неужели вы всерьез считаете, что мы пройдем? Среди толпы быстро нарастал гол недовольных и немного испуганных голосов. Да, да, другие сферы точно не настолько сложны. Вы поступаете несправедливо. Этот Чучен невероятно силен. Очередной голос вмешался в какофонию звуков. Ха-ха, вы смехотворны. Люди, получившие награду вызова чести в первых трех сферах, беспомощны против истинных экспертов. Если бы вы были на последней битве за царство, вы бы знали, что люди, которые получают высшую честь в первых трех сферах, обычно исчезают к пятой-шестой. Это уже стало традицией. Потому что эксперт из любой фракции никогда не раскроет свою истинную силу в начале битвы за царство. Раздался голос. Он принадлежал одному молодому человеку, что замер со сложенными руками среди толпы. Холодно усмехнувшись, он направился к воротам. Он словно уже знал свою очередность. И когда молодой человек приблизился к подножию ворот, леди Шань как раз назвала его имя. Первый класс, секта элементалей Вэйсин. Глаза леди Шань встретились с мужчиной и продолжили. Ваша самая низкая трудность это четверной контроль защитника первого испытания, тройной контроль защитника второго испытания и двойной контроль защитника третьего испытания. Лучше сдержаться на этой сложности и сохранить энергию для пятой сферы. Конечно, будет лучше, если этот ребенок первого испытания не станет тратить слишком много моей энергии. В противном случае, мне придется устранить его уже в четвертой сфере. Сказал Вэйсин и продолжил идти. Все услышали заявление леди Шань и поняли, что этот человек был дрессировщиком из секты элементалей, членом первого класса. Нормальные эксперты третьего уровня не способны выдержать ни одного удара чученя. Теперь, вероятно, только член первого класса может успокоить этого молодого человека. Вэйсин никогда не любил медленной ходьбы. В конце концов, для этого от городской стены до гор было достаточно большое расстояние. Он произнес заклинание и призвал маленькое, ярко сияющее существо, и запрыгнув на него двинулся к горам зеркальных мечей. Похоже, что наша единственная надежда – это появление еще нескольких экспертов первого и второго класса. Только тогда у нас будет шанс быть пропущенными. Не теряли надежды некоторые дрессировщики. Это все равно невозможно. Судя по прошлым испытаниям, на первом испытании всегда пропускают людей первого и второго класса, но чучен, кажется, хочет получить высшую награду. Поэтому, как мне кажется, он пропустит лишь экспертов первого класса, остальных же оставит лежать под горой. Если в толпе вдруг не затесалось скрытых экспертов, мы можем потерять всех, кроме экспертов первого класса. Когда питомец чуму уничтожил первого претендента со всеми его питомцами одной техникой, люди стали страшиться неизбежного. Сейчас же, когда они услышали эти слова, эксперты второго и третьего класса отчаялись обреченными взглядами, следя за мелькающим вдали духовным питомцем, быстро двигающимся к вратам мира усопших. По прибытии к подножию Вейсин поднял взгляд, посмотрев на стоящего в сотни метров над ним молодого человека. На его лице появилась ухмылка. Чучен, я знаю, что ты сумел войти в рейтинг первого класса, и что ты непобедим на своем третьем классе. Ты даже один из кандидатов на первое место во втором классе. Но даже не думай, что этого достаточно. Я видел очень много столь же амбициозных экспертов, как ты. Все они бросали вызов своему классу и были выдающимися личностями и все они были растоптаны истинными экспертами. Посмотрев на чуму, Вейсин передал ему свои слова с помощью духовных исследований. Зачем ты все это говоришь? Чум увидел лицо этого человека, и знал, что он является экспертом первого класса. Между третьей и первым классом в среднем пять лет разницы. За эти пять лет некоторые дрессировщики способны развить большую часть своих питомцев до 10 ранга. Таким образом, разрыв в возрасте означает огромный разрыв в силе. Поэтому в битве за царство столь серьезное деление на классы и уровни сложности. Просто полезное предупреждение от человека, который участвовал в прошлой битве за царство. Ладно, призывай своих питомцев. Я не хочу тратить здесь слишком много времени, сказал Вейсин. С этими словами Вейсин также начал заклинание, чтобы призвать своих питомцев. Медленно появились два узора духовных печатей. Стало ощутимо чувствоваться движение особой духовной энергии элементов, образовавших вокруг Вейсина ауру. Потрепанная прошлыми атаками земля под ним слегка просела от давления. Очень быстро Вейсин призвал подле себя двух духовных питомцев царства элементалей. После завершения вызова Вейсин весьма умело отступил и начал формировать свой боевой порядок. Столкнувшись с членом первого класса, чуму может призвать кого угодно. Тем не менее, он не стал действовать так сразу, вместо этого отдав духу связующего ветра команду. Среди потоков черного ветра проворный, словно демон, дух связующего ветра тайно приблизился к питомцам Вейсина. Ветряная походка. Сокрытие в ветре видовая способность любого духа связующего ветра. Изначально ветряная походка работает лишь тогда, когда дух связующего ветра находится в особом пространстве ветра, и используется только для поиска временного укрытия. Но к 9 рангу духи связующего ветра обретают более высокий уровень контроля над своей стихией, и способны прятаться в самом ветре. Не используя для этого каких-либо техник, они устраивают засады сродни специальным техникам демонов. Готов пропустить меня? Все же ты не выглядишь упрямцем, и сможешь протянуть дольше, пока понимаешь разницу между первым и третьим классами. Обнаружив, что Чуму не стал призывать питомцев, Вейсин улыбнулся. Даже ему, члену первого класса, не грешно похвастаться тем, что его пропустил Чучин из Духовного дворца, которого боятся все во втором и третьем классах. Все увидят, что этот молодой человек побоялся его. Ху-ху-ху-ху-ху. Внезапно налетел резкий порыв черного ветра, и улыбка мгновенно застыла на лице Вейсина. Ублюдок, если ты не знаешь свое место, то не обвиняй меня в том, что я буду невежлив. Вейсин тут же приказал своим питомцам использовать технику. Все же Вейсин непростой участник. Его духовные исследования тут же обнаружили духа связующего ветра, каким-то образом пробравшегося в его формацию духовных питомцев. Поэтому он тут же приказал питомцам набросить на него и прервать заклинание. Цинь-дьявольский ветер врат мира усопших стали идеальным укрытием для духа связующего ветра. Когда все три питомца Вейсина атаковали его, он быстро исчез в очередном порыве ветра, затаившись в ветровом узле. В том месте, где он только что был, разом взорвались три духовные техники. Огромная ударная волна вызвала-сотрясла само пространство этого места. Думаешь, ты хорошо спрятался? Наивный. Я целых шесть лет управляю этими питомцами. Все твои действия смехотворны для меня. Принялся насмехаться Вейсин. Но Чуму никак на это не отреагировал. Он просто продолжал контролировать духа связующего ветра, отдав ему очередной приказ. Дух связующего ветра может создать технику девятого ранга за секунду. В узле ветра он может спрятаться на две секунды. Этого времени достаточно, чтобы его питомец использовал заклинание. Ху-ху-ху-ху. Когда энергия техник трех питомцев рассеялась, в радиусе 50 метров вокруг духа возникли потоки черного ветра. Быстро вращаясь, они создали огромную воронку, уничтожая все в зоне своего действия. Еще-еще одна техника девять ранга. Люди, наблюдающие издалека, снова застыли на месте. Внутри ветра лицо Вейсина полностью изменилось. Он понятия не имел, почему духовный питомец его противника смог закончить технику девятого ранга под комбинированной атакой трех его питомцев. Ему же нужно было произнести заклинание, разве нет? Это невозможно, потому что только монархи 10 ранги способны на это. Глава 577. Спор Еваньшина. Ху-ху-ху-ху. Воронка из черного ветра перевернулась вверх дном и утонула глубоко в земле. В верхней ее части, где ширина достигла 50 метров, ветер схлопнулся и со всей своей силы кинул питомцев Вейсина на землю. Черный ветер оставил под собой глубокий кратер, на дно которых приземлились раненые питомцы Вейсина. В сравнении с питомцами Хацина, у питомцев Вейсина защита явно выше. Техника девять ранга духа связующего ветра не нанесла им серьезных увечий, оставив лишь легкие раны. Но лицо Вейсина, дрессировщика первого класса, все равно с каждым мигом становилось мрачней. У противника очень мощный духовный питомец, раз может создать технику девять ранга так легко. Но Вейсина слегка тревожила кое-что другое, его питомцы уже успели получить первые раны, а дрессировщик до сих пор не смог понять, какого духовного питомца призвал противник. Ху-ху-ху-ху. Снова появился черный, с необычным серебряным блеском ветер. Как только его питомцы пришли в себя, появился еще один мощный порыв энергии ветра. Вверху атакуйте его. Наконец, Вейсин заметил духа связующего ветра, когда тот находился в процессе сотворения заклинания. Его духовные исследования тут же зафиксировались на враге, и последовал приказ атаковать. Алые пламя двумя таинственными лентами, а может преследующими друг друга змеями, что устремились вверх, разделилась на две части, нацелившись на духа. Это огненная техника семеранга, которая непрерывно преследует свою цель, печать зловещего пламени. Это неугасаемый огонь, а это означает, что своим непрерывным горением он способен сбить концентрацию, а значит и прервать создание техники. Вслед за печатью зловещего пламени последовала техника феи ледяного воздуха, холод погибшей звезды. Звездный свет обрушил ливень ледяного мороза. Если в том месте находится какое-то живое существо, холод этой техники пронзит его насквозь и заморозит все кости и органы. Последний питомец применил технику типа камень. Из земли выросло множество огромных каменных пик, острые вершины которых сошлись в одном месте, в точке, где парил дух связующего ветра. Пыльник бросил тип метод грязи. Многие огромные скалы быстро проросли из земли и сошлись там, где был дух ветра, используя столкновение для создания энергии и расколотых камней. Цинь, путь ветра, сказал духу чуму. Цинь – это имя, которое чуму выбрал ему основываясь на звуках, которые издает этот питомец. Путь ветра – это техника уклонения. Цинь сам по себе очень маленький, и потому свободно контролируя силу ветра он может летать по небу по совершенно непредсказуемым траекториям. Следуя по пути ветра, Цинь оставлял за собой множество сложных петель. Эти петли являлись следами, которые остаются от движений духа, пока он легко и непринужденно уклонялся от атак трех духовных питомцев. Его скорость невероятна. Увы, и сена от увиденного глаза на лоб повылазили. Что за существо летает в этом черном ветре? Откуда у него такая скорость и уклонение, сравнимые с питомцами типа демон? Одно из самых больших преимуществ высокоранговых питомцев типа «Ветер» – одновременное уклонение от атак и создание заклинаний. Закончив уклоняться, дух связующего ветра завершил технику. На этот раз энергия ветра Циня породила мощный и разрушительный ураган девятого ранга. Заклинание духа связывающего ветра было очень быстрым. Три питомца выясена за одну секунду создали несколько техник восемь ранга, но духу все равно удалось уклониться и завершить свою технику девять ранга. Ву-ву-ву-ву. Ветер одним мощным, восходящим вихрем окутал черными, вгоняющими в ужас потоками стометровый кусок пространства. Со стороны это выглядело так, словно в небо устремился огромный черный дракон. В свете яркого солнца он особенно четко выделялся. У людей из толпы около городской стены появилось чувство, как будто к ним приближается громадное чудовище. От вида мощного урагана девять ранга толпа снова пришла в смятение. Техники девять ранга на третьем классе меняют все. Подавляющее число молодых экспертов этого класса не способны на создание техник такой силы. Но этот защитник уже трижды применил техники типа ветер, и все как одна несли силу девять ранга. На самом деле, из-за того, что вторая и третья техника шли почти подряд, у людей стало появляться ложное ощущение, что Чучен способен с легкостью применять техники девять ранга. Такое обычно происходит только в сражениях взрослого поколения, а тут у них на глазах, такое творится между молодыми. Техника ветра девять ранга в той или иной степени может разойтись на тысячи метров в стороны. Даже собравшиеся у стены люди смогли почувствовать на себе резкую силу ветра. Попавшие под удар питомцы выясено израненными и уставшими повалились на землю. Один потерял сознание, двое других еще пытались, но никак не могли подняться. Ху-ху-ху-ху. Но с исчезновением урагана ужасающие атаки не закончились. Черный хаотичный ветер снова начал набирать силу. Еще, еще одна техника девятого ранга. Ужасающие техники типа ветра следовали одна за другой. Никто бы не подумал, что атаки питомца Чучена окажутся такими пугающими. После четвертой техники выясен понял, что даже призвав еще одно питомца не сможет как-то исправить ситуацию. Техники ветра имеют очень широкий диапазон атаки. Четвертого питомца попросту будет ждать та же участь, что и первых трех. Энергия черного ветра окутала землю над вратами мира усопших, мешая обзору людей. В ушах выясена ревел грохот. Наконец до этого самодовольного члена первого класса дошло, насколько ужасающий этот защитник сферы первого испытания. Он не из тех, с кем может совладать обычный член первого класса. Наконец ветер налетел и на выясена. Все, что он сейчас мог сделать, это как можно быстрее отозвать своих питомцев. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вскоре раздался жалкий крик выясена. Не успевший использовать защиту дрессировщик был подхвачен техникой ценя. Его духовная броня была разорвана ветром в клочья, а тело, словно мелкую травинку, швырнуло в небо. Наблюдая издали за разбушевавшейся стихией, толпа была безмолвна. До недавних пор они думали, что уж члена первого класса Чучин должен пропустить. И судя по настрою и тону выясена, они посчитали, что в битве за царство еще много таких экспертов, как он. Но вопреки ожиданиям битва прошла совершенно иначе. Это был не бой равных. Скорее это стало представлением духовного питомца Чучина из духовного дворца. Еще один побежден, на этот раз выясен из первого класса. Противник был членом первого класса. Хоть он и не один из лучших, тем не менее он все еще часть класса сильнейших битвы за царство. Тем не менее, бой был завершен всего тремя техниками, всего на две техники дольше, чем в случае с Хэцином. Я никогда не слышал, что у Чучина есть питомец типа Ветер. Сила техник этого питомца так просто достигла 9 ранга. Возможно-возможно это главный духовный питомец Чучина. Тишина в толпе постепенно разрывалась разными возгласами. Лишь сейчас люди начали понимать, что этот ненормальный Чучин до этого момента даже не призвал своего главного питомца. Он вошел в рейтинг лучших во всех сферах скрывая собственную силу. Увидевший это Е Ваньшин тоже был шокирован. Е Ваньшин уже давно знает чуму. Он в курсе, что самым могущественным питомцем чуму является его девятихвостая лиса. И потому, приняв во внимание желание чуму никого не пропустить, он думал, что в бой будет призвана Мосси. Поэтому для него стало полной неожиданностью то, что у чуму будет настолько мощный духовный питомец типа Ветер. Судя по увиденным техникам, он может сказать, что это монарх среднего класса 9 ранга. У него есть немного силы, вот только Вэйсин в первом классе. Мусор произнесла ровным голосом Леди Шань, но выражение ее немного изменилось. После этих слов она махнула рукой, дав сигнал помощникам забрать и исцелить Вэйсина. Е Ваньшин посмотрел на эту холодную и высокомерную женщину в черно-фиолетовом платье и улыбнулся. Подойдя, он сказал, хэй, надменная девушка, как насчет того, чтобы сделать ставку? Леди Шань посмотрел на Е Ваньшина и холодно ответила, не интересует. Как я уже говорил в прошлый раз, Чучин никого не пропустит. Могу поспорить. Раз уж нам скучно, давай сделаем ставки. Они будут не слишком высокими, например, как насчет 200 миллионов. Еще раз бросив на него взгляд, через некоторое время Леди Шань ответила. 200 миллионов весьма привлекательная для тебя сумма, но для меня это мелочи. Хватит шутить со мной, я знаю, о чем ты думаешь. Е Ваньшин удивился, но после весело рассмеялся. Я впервые встречаю настолько самовлюбленную женщину. Тогда позволь мне поспорить, что Чучину в этом вызове чести не придется вызывать даже четвертого питомца. Как насчет такого? Леди Шань нахмурилась. Она не думала, что Е Ваньшин скажет нечто подобное. Специально посмотрев на фигуру вдали, она тайно задалась вопрос, от чего его друг так уверен в его силах. Этот Чучин из Духовного Дворца что, до сих пор скрывает свою силу? Глава 578. Цзянджи из секты региона Ло, часть 1. Даже эксперт первого класса потерпел поражение. И где же тогда простым участникам из второго и третьего классов взять смелости попытаться прорваться через эту сферу? Ну, а самое главное, этот защитник сферы полагается лишь на одного духовного питомца. Им он побеждает всех питомцев своих противников. В первом бою он одержал верх одной техникой, во втором – тремя. Есть ли вообще смысл сражаться против него, если он призовет и других питомцев? Ледина зачитала с вершины башни довольно длинный список участников прорыва сферы, но большинство из них сразу же сдавалось. Из-за этого длительное время никто не осмеливался бросить вызов защитнику сферы. В общем, как всегда, имя сменилось после нескольких глав, и тут мы, дабы не путаться, идем вслед за Анлейтом. На четвертой сфере каждой битвы за царство отсеивается большая часть участников. Это общепризнанное решение, из-за которого нередко случалось массовое отсеивание народа. Но сейчас за полчаса были названы сотни имен, но так никто и не согласился попытать счастье на первом испытании прорыва сферы. Вполне естественно, что люди стали воспринимать чучина из духовного дворца куда более ужасающим препятствием, нежели два следующих за ним испытания. Некоторые даже уверились, что после прохождения через чучина последующие испытания будут очень легкими. Плевать, даже если я знаю, что проиграю, я лучше сражусь, иначе как мне еще узнать разницу между нашими силами. Наконец один молодой человек из второго класса набрался храбрости для боя. Им оказался странствующий безызвестный дрессировщик, который обрел немного славы в некоторых страха и больших городах. Когда он стиснув зубы направился к вратам мира усопших, остальные участники прорыва сферы испытали к нему глубокое уважение. Этот странствующий дрессировщик заслужил похвалу за свою храбрость, но, как он сам сказал, если он не столкнется с защитником лицом к лицу, как он еще узнает, насколько уступает его сила. Но сразившись с чуму, он осознал, что разрыв в их способностях намного больше, чем он думал. Он оказался подобен пропасти, которую трудно пересечь. Противник оказался на непостижимом для этого дрессировщика уровне. Две техники это слишком жестоко. Возвышаясь над толпой, Еваньшин вздохнул и покачал головой. Три боя, но ни один человек не выдержал более трех техник таинственного духовного питомца типа «Ветер чуму». Такое и правда очень нелегко принять. Иными словами, защита чуму вынуждает признать множество дрессировщиков то, что уровень сложности битвы за царство слишком высок. Как и ожидалось, храбреца вернули на своих руках стражи. Странствующий дрессировщик поднял боевой дух молодых парней и девушек, преодолевших тысячи миль ради этого мгновения, и осознавших, что отступить теперь будет позорно. Поэтому несколько дрессировщиков из тех, кто понимал, что не сможет пройти эту сферу, один за одним стали пытаться дать сражение. Большинство из членов третьего класса не смогли выдержать и двух техник духа связующего ветра, в то время как из членов второго поколения мало кто смог продержаться дольше пяти минут. Что касается членов первого класса, то их оказалось не так уж и много. Однако, даже если эксперт первого класса и был среди них, число названных леди на имен перевалило за пятьсот, но никто так и не смог сразиться с духом связующего ветра за десять последних минут. За весь день никто не смог вынудить его призвать второго питомца. Люди из тех, кто остался, чтобы понаблюдать за прорывом сферы, они мили от шока. Единственное, что они видели, это как уносит травмированные тела тех, кто осмелился бросить вызов прорыву сферы. Неужели у Чучина из Духовного Дворца действительно нет равных в третьем классе? Пред ними предстала жестокая реальность того, как за весь день этот защитник сферы не пропустил мимо себя ни одного эксперта. Подобный успех беспрецедентен для защитников сфер битвы за царство. Солнце клонилось к закату, и вскоре горизонт утонул в сумеречном зареве, отчего тени от врат мира усопших стали длинней. Чуму стоял в нескольких сотнях метров над землей, на столагмите, и спокойно ожидал, когда на этом клочке земли появится новый противник. За весь день не нашелся человек, который бы дал ему настоящий бой. Однако Чуму был недоволен этим. К четвертой сфере добралось несколько десятков тысяч участников. И это та еще смесь рыб и драконов. Число истинных экспертов среди этой толпы мало, но это не значит, что их вовсе нет. Поэтому Чуму уверен, что в его сфере защиты, по всей видимости, будут эксперты. И только они могут заставить Чуму сражаться в полную силу. Хэй, пожалуйста, оставь хотя бы одного-двух для нас. Весь день мы только и делали, что смотрели, сказал умирающий от скуки защитник второго испытания Ванка. Защитником третьего испытания был назначен Джан Тин Санни с Духовного дворца. Все это время он отдыхал у городской стены, и если бы ему дали одеяло, он бы и вовсе лег спать. Конечно, такое поведение было не просто так. Увидев, как Чучин со своей тиранической силой доминирует над тремя классами, они стали смотреть на него с легким уважением. Им стало интересно, сможет ли Чучин на самом деле остановить всех. Участник прорыва сферы Цзян Чжи из секты региона Ло, второй класс, Ледина произнесла очередное имя. И, наконец, появилось имя, повлекшее за собой шокирующий эффект. Произнеся имя, она еле-еле, одними кончиками губ улыбнулась. Цзян Чжи из секты региона Ло самая влиятельная личность и очень почитаемый член второго класса из секты региона Ло. После устранения почти 500 участников, наконец, появился эксперт, который может сразиться. Ледина теперь очень хочет увидеть, сможет ли Чучин из Духовного дворца одолеть его. Это сильнейший из второго класса секты региона Ло, Цзян Чжи. Это сильнейший представитель молодого поколения региона Ло, у которого нет равных в западном царстве. Он тот самый эксперт, который получил высшую награду в третьей сфере. После того, как было озвучено имя Цзян Чжи, толпа мгновенно разразилась разговорами. Цзян Чжи из секты региона Ло обрел свою славу и репутацию намного раньше, чем Чуму. Можно сказать, что он молодой эксперт старой школы, который уже давно зарекомендовал себя в городе Тинься. Многие люди называли его главным экспертом второго класса секты региона Ло. Он один из тех невероятных экспертов, у кого есть шанс прорваться в восьмую и девятую сферы. Более того, ходили слухи, что для того, чтобы позволить Цзян Чжи оказаться в рейтинге, сектор региона Ло подобрала в подчинении Цзян Чжи много экспертов, которые сопровождали его в прорывах сфер. Цзян Чжи в это время находился на одной из крыш вдалеке от толпы. Когда Ледина назвала его имя, его голубые глаза заблестели, а на лице появилась усмешка. Истинные эксперты никогда не станут стоять возле обычных участников. По мнению этих людей сила чуму недостижима. Но для Цзян Чжи истинного эксперта второго класса, он лишь обычный защитник, который запугал неквалифицированных экспертов. А все из-за того, что среди предыдущих пяти сотен не было ни одного такого же эксперта, как он, Цзян Чжи. Если бы Чжи Чжи не пропустил такого эксперта, то потерпел бы сокрушительное поражение. Старший брат Цзян Чжи, наконец-то ваша очередь. Вы должны положить конец проявлению силы этого чучина. С довольным смехом произнес Дучан из секты региона Ло. По реакции каждого было видно, что Цзян Чжи принадлежал к классу экспертов, который обычно был неприкасаем обычными людьми. Такие молодые люди всегда находятся на высоких позициях в крупных фракциях. Те люди, у которых не хватало смелости даже попытаться совершить прорыв сферы, могли лишь наблюдать за ним издалека и восхищаться его выдающейся силой. Наконец появился тот, кого почитают как настоящего эксперта. Цзян Чжи уже привык к почитанию и сосредоточению на себе внимания тысяч людей. Беззаботно прочитав заклинание, он призвал своего питомца типа ветер. Проворно вскочив ему на спину, он с сильным порывом ветра унесся к вратам мира усопших. Наконец-то этот демон, защитник сферы будет сокрушен. Цзян Чжи, вероятно, можно считать одним из сильнейших второго класса молодого поколения. Даже если Чжу Чжин находится в этом же классе, он определенно пропустит его. По мнению всех, силу, которую продемонстрировал Чжу Чжин из Духовного Дворца, вероятно, смогут подавить лишь сильнейшие эксперты второго класса. В грядущем бою уже не будет такого большого разрыва, как раньше. Это будет настоящее сражение между сильнейшими второго класса. Чжу Му апатично уставился на Цзян Чжи из секты Ло, который летел к нему на своем крылатом питомце. Хотя Цзян Чжи пешкошеничен, он действительно силен. Все же самый сильный эксперт второго класса секты региона Ло. У этого молодого человека определенно есть монарх среднего класса девятого ранга, а значит победа не достанется Чжу Му так же легко, как раньше. Крылатый духовный питомец на двух парах желтых крыльев взлетел на ту же высоту, на которой стоял Чжу Му. С его спины на Чжу Му смотрел Цзян Чжи. Я очень долго с нетерпением ждал встречи с тобой, Чжу Чжин из Духовного Дворца. Возможно, если бы я не принял решение не вмешиваться в проблемы Шени Чжина, мы бы сразились намного раньше. Спокойно смотря на Чжу Му ровным тоном произнес Цзян Чжи. Вначале я, как и другие, верил, что ты не более чем сопляк из третьего класса, которому нравится торчать у всех на виду. Но сейчас мне кажется, что ты все еще скрываешь какую-то силу. Тем не менее, это тоже хорошо. В противном случае, прорыв этой сферы не принес бы никакого удовольствия. Продолжил он. Услышав слова Цзян Чжи, Чжу Му был немного удивлен, что Цзян Чжи, как оказалось, не один из приспешников Шени Чжина. Чжу Му располагал информацией о том, что Цзян Чжи не более чем один из людей Шени Чжина, то есть не должен входить в круг людей, несущих ему угрозу. Но сейчас Чжу Му смутно ощущает, что Цзян Чжи далеко не так прост, как он думал. Из-за взгляда и надменного поведения этого эксперта даже Чжу Му почувствовал себя слегка подавленным. Глава 579. Цзян Чжи из секты региона Ло. Часть 2. Сила этого Цзян Чжи примерно на моем уровне. Да, это с ним будет трудно справиться, но ничего страшного. То, как он пытается выглядеть страшным врагом, действительно смешно. С презрением произнес Чжань Хун из Духовного дворца. Он уже успел завершить свой прорыв сферы и находился на пути к югу города, когда услышал о том, что Чжу Му не дал ни одному человека, независимо от класса, пройти мимо него. Поэтому он специально пришел в это место, чтобы посмотреть. Так поступил не только Чжань Хун. До завершивших в этот день свои задания прорыва четвертой сферы экспертов быстро доходили удивительные новости, и многие из них специально пришли на юг города. Они хотели увидеть Чжу Чина из Духовного дворца, чье имя недавно приобрело широкую известность, и посмотреть, сможет ли он побить рекорд, не позволив кому бы то ни было пройти мимо него. Рядом с Чжань Хуном стоял еще один человек. Это был тот самый молодой парень, который приходил в палаты исцеления навестить чуму. Одет он был небрежно, но характер вроде бы у него нормальный. Чжань Хун возле него привлек всеобщее внимание, так как был очень известным экспертом. Вот только в этой паре почтительно вел себя именно Чжань Хун. А все из-за того, что среди всего второго класса Духовного дворца практически невозможно найти того, кто способен продержаться против этого человека более пяти минут, включая Шан Хана, Чжа Фына и его самого. Этот молодой человек, восьмой молодой господин Духовного дворца, Фан Цзэ, предпочитающий уединение, этот молодой человек настолько силен, что даже слово ненормальный будет не совсем справедливым по отношению к его способностям. Чжань Хун, не смотри свысока на Цзян Чжи из секты Ло, медленно произнес молодой господин Фан Цзэ. Молодой господин, что вы хотите этим сказать? Разве он не просто один из псов Шеничина, сказал Чжань Хун. Когда чуму сражался с Шеничином, Чжань Хун, отделившись в одиночку, следовал за Цзян Чжи. В ту ночь они сразились, и несмотря на то, что он является сильнейшим членом второго класса молодого поколения секты Ло, Чжань Хун не воспринимает его всерьез. Все потому, что духовные питомцы, которых призвал Цзян Чжи, не представляли из себя ничего выдающегося. Только такой идиот, как Шеничин, поверит, что Цзян Чжи из секты региона Ло позволит манипулировать собой. Я уверен, что когда ты сражался с ним на Восточной улице, он не призывал своих главных питомцев, сказал Фан Цзэ. Он призвал тогда монарха среднего класса, 9 уровня, 8 ранга. Мне кажется, это был его главный питомец, сказал Чжань Хун. Фан Цзэ усмехнулся и покачал головой. Если то, что вы сказали, правда, то этот Цзян Чжи слишком хорошо маскируется, сказал несколько удивленный Чжань Хун. Когда он хотел задать новый вопрос, из толпы послышались множество удивленных вздохов. Удивившись, Чжань Хун воспользовался своей силой, чтобы осмотреть поле боя. Когда Чжань Хун узрел происходящее как следует, удивление на его лице сменилось шоком. На поле боя появился кровавокрылый триоптический зверь 9 ранга. По окутавшему его кровавому туману можно было с уверенностью сказать, что этот питомец уже достиг силы монархов среднего класса. Монарх среднего класса 2 уровня 9 ранга. Он заслужил звание сильнейшего среди второго класса его секты. Любой удар питомца такой мощи может достигнуть уровня атак 9 ранга. Я же говорил, Чучина нельзя считать тираном во втором классе. Этот класс свидывал и более сильных дрессировщиков. Цзян Чжи призвал монарха 9 ранга, и даже если у питомца Чучина эквивалентная сила, он очень долго сражался и наверняка истощил свои силы. Какой еще духовный питомец Чучина сможет выстоять против кровавокрылого триоптического зверя? Только не говорите мне, что тот самый боевой зверь Мойе, способный восстанавливаться. Да что он сделает, даже если призовет Мойе? Разве что потянет время, но все равно проиграет. Увидев появление питомца Цзян Чжи, очень мрачная толпа наконец-то просветлела. Скорее всего это произошло из-за того, что людям было очень интересно узнать, действительно ли Чучин является сильнейшим во втором классе. Для них этот бой уже кульминация. Находящийся в толпе Дучин, внешний вид которого был далек от приятного, вдруг странно улыбнулся. Когда Дучин хвастался перед другими, насколько силен был его старший брат Цзян Чжи, он всегда с удовольствием упоминал влиятельного Шеничина. Все потому, что он хотел использовать Шеничина, чтобы обозначить силу и статус своего старшего брата. Однако, на самом деле, даже в секте региона Ло не так уж много людей знают о том, что этот молодой дрессировщик не так уж прост. Это только верхушка айсберга. Эти идиоты просто не имеют ни малейшего представления, каких вершин достигли эксперты города Тинься. Монарх девятого ранга – это пустяк. Дучин смеялся над этой группой невежественных участников соревнований. Столкновения происходили на грани, а кровавый туман триоптического зверя сумел окутать довольно большой кусок пространства. Из-за него чуму не мог увидеть нормально даже силуэта вражеского питомца. Триоптический зверь быстро махал крыльями. Кровавый туман словно был его частью, и в нем кровавокрылый триоптический зверь был даже быстрее обычного, тогда как дух связующего ветра из-за усталости стал медленнее. Дух связующего ветра сражался весь день, и хотя за это время так и не появилось достойных противников, ему все же пришлось использовать много техник, что сильно его истощило. Ценю прямой характером дух связующего ветра не смог смириться с надменным поведением и властной аурой триоптического зверя. Его боевой дух взлетел до небес. Он собрался изо всех сил сразиться с кровавокрылым триоптическим зверем. Ярко-красная кровавая аура на фоне черного хаотического ветра были похожи на двух диких существ. Яростное столкновение двух энергий заставило содрогнуться даже пространство. Пронзительный гул, очень похожий на звук призрачного колокола, эхом прокатился через горы зеркальных мечей и ушел вдаль. Так это один из священных питомцев семи диаграмм духовного дворца, дух связующего ветра. Ты так молод, но уже владеешь духом связующего ветра три уровня девять ранга. Тебя действительно недооценивают. Во время боя Цзянджи, наконец, смог мельком увидеть питомца чуму. Дух связующего ветра стал одним из священных питомцев духовного дворца именного из-за его крайне сильного атрибута ветра. Боеспособности, скорости и умения уклоняться, которые посоперничают с таковыми даже у демонов. Этот духовный питомец очень редко встречается даже среди экспертов первого класса. Цзянджи уже пытался угадать, что за духовного питомца призвал Чучин, и теперь, когда увидел его, был удивлен и был в предвкушении. Воспрявший духом дух связующего ветра из крайнего упрямства противостоял полному сил кровавокрылому триоптическому зверю. Тем не менее, он ни разу не был в неблагоприятной для себя ситуации. Опираясь на свой контроль ветра, он сформировал идеальную защиту из этого атрибута, с помощью которой не давал кровавокрылому зверю приблизиться к себе. Конечно, сила духа связующего ветра была ограничена, и Чум узнал, что если позволит и дальше потреблять силы таким образом, то поставит Ценя в невыгодное положение. Поэтому он начал читать заклинания. Вокруг его тела закружился лазурный узор печати призыва. Между руками медленно появились длинные корни, постепенно ушедшие в камень столагмита. Скручиваясь и сжимаясь, натуральная древесная быстро сформировала древесный панцирь, из которого появилось тело боевого древня. Его корни быстро углубились в камень, уйдя на сотни метров вниз и беря землю в радиусе своего действия под контроль. Похоже, это дьявольский боевой древень Чученя. Он обладает сильной техникой поглощения крови. В групповом бою он кажется непобедимым. Стоявшие вдали люди с довольно высокой силой души кое-как, но смогли рассмотреть питомца Чуму. Дьявольский боевой древень Чуму заставил всех присутствующих широко открыть глаза. В их памяти все еще свежие события прошлого, а тут Чучен снова призвал этого питомца в бой. Это стало для них знаком того, что защитник сферы решил сражаться с Цзянджи до конца. Средний класс монарха, 9 ранг. Как этот питомец мог так быстро поднять свою силу? Когда Цзянджи увидел появившегося древня, на его лице появилось потрясение. Цзянджи был там, на арене звериного побоища, и лично видел боевые возможности дьявольского боевого древня Чуму. Но по прошествии недолгого времени сила этого существа возросла на две ступени. Такая скорость развития слишком быстрая. Ааааа, это был первый бой древня после того, как он развился до 9 ранга. Выпрямившись, он остановил свой взгляд на кроваво-крылом триоптическом зверя, заглянув прямо в его янтарно-красные свирепые глаза. Сердито взревев, древень яростно взмахнул руками. Мощные руки древня способны разрастаться без всяких ограничений, неожиданно для противника достигнув ужасающей длины в несколько сотен метров. Они больше походили на две толстые цепи, брошенные в сторону триоптического зверя. Благодаря высокой скорости реакции триоптический зверь тут же ушел вниз, а затем заскользил в другом направлении, уклоняясь от рук древня. Цветение. Техника пронзающая ветвь древня не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Когда его руки пронеслись мимо тела триоптического зверя, из них стали расти множество гибких, маленьких ветвей, быстро связавших тело крылатого питомца. Крылья триоптического зверя остры, словно ножи. С помощью них он начал бешено рубить сковывающие его ветви. Однако рост последних был быстрый и непрерывен, а сам кровавокрылый зверь не мог достать до их корня. И поэтому вскоре он оказался полностью связан. Обрушение молота. Длинные руки боевого древня резко качнулись вниз и, полагаясь на свою грубую силу, обрушились землю. Дьявольской боевой древень чучина, кажется, значительно увеличил свою силу. Иначе как бы он смог так легко подавить кровавокрылого триоптического зверя девять ранга. Он определенно достиг девять ранга. Вскоре толпа зрителей тоже смогла увидеть изменения в древней чуму. Еваншин, увидев, что древень чуму развился до один уровня девять ранга, шокированно молчал. Чуму действительно пошел на отчаянный риск, чтобы поднять свою силу. Даже боевой древень смог перейти на следующий ранг. Это значит, что сейчас у чуму есть сила, чтобы побороться за высшую награду второго класса. Тем временем Цзянджи на поле боя сильно нахмурил брови. Увидев, что ситуация складывается крайне неблагоприятно, он поспешно произнес заклинание. Вокруг него быстро вспыхнуло и сконцентрировалось кроваво-красное пламя, быстро превратившееся в питомца, могущественную фею, огонь которой окутал своим светом землю вокруг. Цзянджи призвал фею кровавого пламени. Она без всяких заклинаний, сразу после того, как ее призвали, быстро создала два огненных шара и запустила их в сторону три оптического зверя. Взорвавшаяся техника стала стремительно сжигать разрастающиеся ветви боевого древня. Глава 580. Врата мира усопших, часть 1. Кровавое пламя может нанести довольно серьезный урон боевому древню, чтобы его древень не сгорел, чуму приказал ему убрать руки. Когда это было сделано, кровавокрылый зверь потерял равновесие и грузно упал на землю, подняв тучи пыли. Вот только сила этого питомца весьма высока, поэтому он совершенно невозмутимый снова встал. Я не ожидал, что у тебя будут два монарха среднего класса 9 ранга. Цзянджи и бровью не повел в сторону легко раненого питомца, спокойно улыбнувшись. Возле него с гордым видом парила фея кровавого пламени, вокруг которой под напором ветра трепетало пламя. Призванная Цзянджи фея тоже была на 1 уровне 9 ранга, и судя по ее ауре, в развитии находится где-то между низким и средним классом монархов. Сила древняя намного сильнее, чем у этой феи кровавого пламени, но из-за превосходства атрибута последней, если питомец чуму будет неаккуратным, он окажется в невыгодном положении. Я не хочу терять время попусту. Призови всех своих духовных питомцев и сразись со мной в полную силу. Цзянджи улыбнулся и начал быстро произносить слова заклинаний, сразу начав двойной призыв. Рядом с Цзянджи быстро сформировались две печати призыва, из которых появились два духовных питомца с совершенно разными аурами. С левого бока оказалось черное, с весьма грозным видом тела восьмикрылого дьявольского насекомого. В воздухе появилась знакомая вонить их существ. Еще в середине призыва чуму понял, кто это. Очень знакомое существо, множество раз видимое им, когда он был в регионе Вагу. У этого небесного дьявольского насекомого было четыре поры лап и крыльев, что означает, что перед ним монарх. Начальный уровень девять ранга, монарха среднего класса, восьмикрылое небесное дьявольское насекомое. Нахмурился чуму. В прошлом, рядом с огромным каменным дворцом клана Великих Чу, чуму столкнулся с восьмикрылым небесным насекомым девять ранга. То существо было в ранге монарха низкого класса. Тот питомец был чрезвычайно силен для чуму. Даже в состоянии полудьявола он был ему неровня. И вот чуму снова столкнулся с небесным насекомым, и куда более мощным, чем тот, которого он с трудом победил. В его сердце тут же проснулась жажда битвы. Призванный с правого боку Тзянджи питомец оказался явно слабее, но чуму не снизил бдительности. Потому что Тзянджи призвал демона, а питомцы этого типа эксперты в сокрытии своей силы. Духовные исследования чуму видели сквозь маскировку этого демона, но парень не может быть уверен наверняка, что у демона нет других техник сокрытия, которые он мог и не заметить. Увидев четырех духовных питомцев Тзянджи, чуму обрадовался. Как Тзянджи не знал о силе чуму, так и чуму не знал, что у Тзянджи есть два монарха такого уровня развития. Чуму оценивает любого молодого эксперта с одним монархом среднего класса 9 ранга как эксперта 2 класса, адрессировщика с двумя такими питомцами как одного из лучших в боях 2 класса. На самом деле, большинство участвующих в битве за царство делит противников по такой же логике, но до этого чуму не включал Тзянджи в список своих врагов. И несмотря на то, что он знал, что рейтинг сильнейших включает в себя лишь тех, кто обладает поверхностной силой, сейчас чуму вынужден пересмотреть силу этого эксперта регионалу. Поскольку Тзянджи уже призвал четырех питомцев, чуму не может продолжать с двумя. Он быстро произнес заклинание и призвал рядом с собой ночь. Наступившая ночь позволит громового зверю свободно перемещаться во тьме. Когда чуму произнес заклинание и призвал ночь, его черное тело практически слилось с окружающей темнотой, и лишь белые перья, идущие вдоль хребта и сейчас развивающиеся на ветру, говорили о существовании этого питомца. Хай неуверенно подал голос громовой зверь. Сейчас ночь обладает силой монарха низкого класса и находится на 9 уровне 8 ранга. Кроме того, то, что у врага 4 питомца не прибавляет ему уверенности в себе. На самом деле, он понятия не имел, почему в этой ситуации был призван именно он. Погладив ночь по его рогам, чуму произнес. Тебе не хватает уверенности в себе. Я думаю, чтобы развиться, ты должен окунуться в захватывающие сражения, и грядущая битва идеально подходит для этого. Хай, чувствуя поддержку чуму, боевой дух громового зверя вырос, а глаза замерцали насыщенным черным цветом, излучая ауру тьмы. Боевой древень, дух связующего ветра, меняем поле боя. Запрыгнув на громового зверя, передал своим питомцам чуму. Руки древня быстро обернулись вокруг нескольких столгмитов и подтянули его ближе к горам. Его корни с легкостью пронзают даже камень, а крутые скалы послужили достаточно крепкой опорой, чтобы подтягиваясь на них быстро изменить местоположение. Тело духа связующего ветра и без того весьма проворно. Пролетая над высокими и низкими стологмитами, вокруг некоторых из них он даже сделал несколько кругов, чтобы показать свои выдающиеся навыки полета. Таким вот образом дух быстро покинул просторное поле боя и, подлетев к чуму, вместе с ним направился в сторону массивного каменного моста, который раскинулся между гор. Он хочет использовать особенности местности, чтобы восполнить свои недостатки. Он действительно собирается унизить меня. Цзянджи тут же улыбнулся и, запрыгнув на небесные насекомые, повел своих питомцев в погоню. За исключением феи кровавого пламени, все духовные питомцы Цзянджи очень быстрые, но эта проблема была быстро решена триоптическим зверем, которому было приказано нести ее на себе. У чуму неприятности. Слава богу, я не поспорил с этой женщиной, иначе проиграл бы две сотни миллионов. Стоящий на городской стене Еваншин покрылся холодным липким потом, переживая за чуму. Еваншин знал, что чуму потерял душу и может призвать лишь трех питомцев. И теперь, когда его питомцы не сильно лучше питомцев Цзянджи, а последний обладает достойным уровнем их контроля, ситуация становится слишком трудной, чтобы выиграть. Как я и думал, этот Цзянджи хорошо скрывался, воскликнул Цзянхун. Взгляд восьмого молодого господина Фан Цзэ упал на медленно исчезающих из виду чуму и Цзянджи. Он начал гадать, почему этот юноша решил сменить поле боя. Похоже, мы не сможем увидеть их битву. Цзянхун видел лишь случайные потоки энергии, вырывавшиеся из ночной тьмы с задней стороны гор зеркальных мечей. Он уже не видел бой чуму и Цзянджи. То же самое и у других. Наступление ночи и изменение поля боя вынудили зрителей начать гадать, кто вернется назад. Ужасный защитник сферы Чучен из Духовного дворца, или скрывавший до этого момента свою силу Цзянджи из секты регионалу. Столкновение чуму и Цзянджи постепенно привлекало все больше и больше людей. Выполнившие свои задания стали стекаться к югу, чтобы подождать результата. Со своими людьми пришел и Шенни Чин. Цзянджи действительно хорошо скрыл свою силу. Холодно улыбнулся Шенни Чин. До битвы за царство он и подумать не мог, что у этого человека будет два монарха среднего класса 9 ранга. Пусть скрывается как ему хочется, он все равно остается бесполезным мусором. Беззаботно отозвался Цзося, эксперт из тайного дворца. Хоть он и мусор, но с его силой победить Чучина не составит труда. Хотя изначально я лично хотел прикончить его, произнес Шенни Чин. Потерпев поражение от Цзянджи как защитник сферы, он лишь не сможет получить высшую награду. Молодой мастер, у вас еще будет такая возможность. Льстиво произнес невысокий и очень худой молодой человек, стоящий рядом с Шенни Чином. Шенни Чин ничего не ответил, вместо этого взглянув на стоящего неподалеку восьмого молодого господина духовного дворца, Фан Цзэ. Восьмой молодой господин изредка появлялся в разных местах. Шенни Чин тайно противостоял ему несколько раз и, хоть и не хочет этого признавать, но опасается способностей этого человека как в тактике, так и в силе. Фан Цзэ в свою очередь не обращал на Шенни Чина никакого внимания, задумчиво потирая подбородок. Спустя долгое время, восьмой молодой господин Фан Цзэ словно нашел ответ, пробормотав. Чучен поменял поле боя, вероятно, не для того, чтобы просто изменить условия. Неужели он хочет призвать более сильного питомца и просто хочет воспользоваться этим, чтобы укрыться от глаз свидетелей? На самом деле, предположение восьмого молодого господина Фан Цзэ оказалось верным. Чуму изменил место боя, чтобы призвать Мо Си. Между Цзэн Чжи и Шенни Чином есть какие-то взаимные дела. Встретившись с Цзэн Чжи в бою, ему практически нереально победить с тремя питомцами, поэтому он вынужден призвать Мо Си. Ну, а появление в бою Мо Си означает, что Чуму не планирует позволить Цзэн Чжи уйти живым. Глава 581. Врата мира усопших, часть 2, контроль ночи. Как только они оказались на расстоянии, с которого их никто не видел, Чуму тут же приказал громовому зверю использовать свою технику сферы, тем самым поднимая собственную силу. Демон Цзэн Чжи в свою очередь тоже был далеко не слаб. Быстро сконцентрировавшись на громовом звере, он нанес ментальный удар. Чуму спрыгнул с громового зверя. Приземлившись на тысячиметровый сталагмитовый мост, он приказал ночи отвлечь на себя внимание демона. Дух связующего ветра почти ли стратил свои силы. Быстро отозвав его, Чуму начал призыв Мо Си, защитившись контролем ночи громового зверя. Сплелись два типа огня. Первыми появились 9 властных лисьих хвостов. Вслед за ними из печати, ступая по кровавому и демоническому пламени, предстала королевская пламенная девятихвостая лиса Инферно. Ее аура монарха среднего класса тут же подавила фею кровавого пламени Цзянджи. Сама по себе сила Мо Си достигает 9 ранга монарха среднего класса. Благодаря эффекту двойного королевского пламени ее сила может подняться еще на одну ступень. В лунном свете активируется ее видовая техника, поднимая ее возможности еще выше, и она обретает силу монарха высокого класса. Отбрасывая пафосы очередное повторение повторяемого, Анлейт снова гребет, и не возвысил силу Мо Си, а опустил до командира высокого ранга. Можно с уверенностью сказать, что без учета атрибутов, Мо Си на полный ранг, а то и два сильнее, чем кровавокрылый триоптический звери или восьмикрылый небесное дьявольское насекомое. Ву-ву-ву-ву. Пройдя между горами, серебряный свет луны окутал тело Мо Си, высвобождая ее демоническую ауру девятихвостой лисы. Ощутив эту ауру, летящий верхом на восьмикрылом насекомом Цзян-Чжи был поражен. Шок стер с его лица спокойствие и ухмылку. Среднеклассный монарх низких уровней девять ранга предел для экспертов второго класса. Цзян-Чжи никогда бы не подумал, что у Чуму окажется духовный питомец на два полных ранга, превосходящий этот предел. От неожиданности он совершенно позабыл о своих следующих шагах. Чуму приказал Мо Си открыть всю свою силу, чтобы шокировать четырех питомцев Цзян-Чжи. Сразу после окончания призыва Мо Си, Чуму не стал беречь духовную силу и сразу же начал создавать новую духовную технику. Он еще не очень искусен в использовании этого заклинания, но смог завершить его до того, как Цзян-Чжи успел что-либо предпринять. Его глаза внезапно наполнились таинственным демоническим блеском. Когда этот блеск сошел, его глаза стали чудовищными. Одного их взгляда достаточно для того, чтобы твое тело оцепенело от ужаса. Демонический блеск в глазах Чуму становился все ярче и ярче, и по мере этого процесса он ясно чувствовал, как мир в его взгляде постепенно замедляется. Совершенно незнакомые, несвойственные какому-либо другому существу ощущения. Словно все то, что посылается в мозг этими глазами, невероятно замедлилось. Острый глаз, завершив технику иной взгляд и трансформировав глаза, Чуму следом использовал другую свою технику 8 ранга иного типа. В этот момент боевой древень громовой звери Мо Си стали видеть все в таком же взгляде, что и глаза Чуму. Техника сферы иного типа на одну минуту позволяет глазам духовных питомцев в Чуму обрести ту же способность иного взгляда, которая есть у состояния полудьявол. С этими глазами его питомцы буквально насквозь видят все вокруг. Это не просто увеличение скорости уклонения и реакции. Им становится проще найти недостатки и слабые места, в которые можно нанести порочный удар. С применением острого глаза, глаза трех духовных питомцев засияли зловещим белым светом, от чего даже Цзянджи пробрала дрожью. От этого света у Цзянджи возникло чувство, словно каждое его движение видит насквозь. Независимо от того, насколько хорошо он был обучен контролировать своих питомцев, под влиянием техники сферы иного типа он начал чувствовать себя крайне неумелым и нелепым. Убей. Одно единственное слово сорвалось с губ Чуму. Он не рассчитывает убить всех духовных питомцев Цзянджи за отведенную им минуту. Поэтому его целью стал сражающийся с громовым зверем демон. Этот питомец находится на 9 уровне 8 ранга развития, и по силе является монархом среднего класса. Чуму, как духовный мастер 5 исследования и с помощью эффектов иного взгляда свел всю скорость и маскировку этого существа на нет. Ву-ву-ву. Муси издала протяжный вой. Под ее лапами вспыхнуло двойное пламя, оставившее на столагмите цепочку следов. Это был момент, когда Муси кинулась прямо на демона Цзянджи. Хай. Громовой зверь с легкостью уклонился от атаки демона Цзянджи. Благодаря действию иного взгляда, его техники грез стали еще внушительнее. Нисхождение кошмара успешно проникло в разум демона. Демон быстро оказался скован контролем. Цзянджи был ошарашен и сильно побледнел из-за этой внезапной атаки. Быстро приказав другим питомцам спасти демона, сам он начал свое собственное заклинание. Королевская пламенная девятихвостая лиса Инферно оказалась на целых три ранга выше его демона. Если он сейчас не сможет увернуться, то будет мгновенно убит. Ву-ву-ву, Муси резко ускорилась. Под действием острого глаза она смогла без труда определить траекторию движения восьмикрылого насекомого и триоптического зверя. Двигаясь по непредсказуемой и зачастую неожиданной траектории, она обошла преградившие путь небесные насекомые. Триоптический зверь успел даже выдать мощную технику из энергии звериного типа, но тело Муси разделилось на пять фантомов, и прошлом ее насквозь. В лунном свете Муси быстрее даже демонов того же ранга. Острый глаз не дал этим двум девятиранговым монархам ни единого шанса остановить ее. Темная печать. Наконец, обливаясь холодным потом, Цзянджи закончил свою технику. Ее оказалась запечатывающая техника темного типа. На пути пяти фантомов Муси неожиданно появился след темного когтя. Эта специальная техника смогла найти настоящее тело лисы, точным захватом сковав его и намереваясь крепко прижать к скалам. Наблюдая за использующим технику Цзянджи в прямом смысле сияющими глазами, Чуму улыбался. Муси – разрыв оков. Видовая техника лунной лисы – разрыв оков. Если Цзянджи использовал бы какую-нибудь другую технику, у него, может быть, и был шанс остановить Муси и спасти своего демона. Но он применил запечатывающую технику. С его уровнем развития духовных исследований, разве может он запечатать Муси с ее нынешней силой? А темная печать лишь слегка притормозила лису. И почти сразу же ее скорость вновь увеличилась, в результате чего она отстала от четырех незапечатанных фантомов на полудара сердца. Диаграмма петелей с инферно. Чуму не колебался. Когда Муси приблизилась к демону, он сразу приказал ей применить свою самую сильную технику. Настоящая Муси сначала удлинила девять хвостов, крепко схватив демона Цзянджи. Вслед за этим оставшиеся фантомы повторили ее действия, окончательно связав демона. Ву-ву-ву-ву. Муси гордо взвыла, и вместе с этим сорок пять объятых королевским пламенем хвостов сжались. Раздавшийся из них треск был иллюзией, а вот смятые тела демона – нет. Этот треск заставил Цзянджи почувствовать, словно это его кости сейчас сминает чудовищной силой. Разница в три ранга вкупе с принявшим всю тяжесть атаки демоном. Его защита и живучесть, естественно, оказались слишком слабы, так что техника Муси не только сломала ему все кости, но и раздавила внутренние органы. Мгновенное убийство. Техника Муси мгновенно убила демона Цзянджи. Не успел слиться Цзянджи и уйти шок, когда мощная ментальная атака хлынула в его душу. Молодой человек побледнел, его дыхание стало прерывистым, а глаза выпучились так, словно собирались выскочить из орбит. Для дрессировщика его уровня любое повреждение души имеет важную роль, так как это может оказать критичное влияние на использование духовных техник или вызов замену духовных питомцев. Дьявольский боевой древень. Когда чуму хочет убить, он не дает своим противникам перевести дыхание. Непрерывно используя для подъема свои корни, он одновременно проникал ими глубоко в сталагмиты, тем самым создав огромную сеть корней. Стоило ему только выпустить технику, как все духовные питомцы Цзянджи были схвачены корнями. Будь эта сеть выпущена раньше, и она не стала бы угрозой для Цзянджи. Но сейчас это смертоносная ловушка, потому что иной взгляд чуму до сих пор действует. Чуму начал смертельную атаку на поврежденную душу Цзянджи. Цзянджи запаниковал, его взгляд утонул в страхе. Он никогда бы не подумал, что скрытая сила чуму окажется еще страшнее его. Цзянджи в погоне за столь дерзкой судьбой оказался как никогда близок к верной смерти. Луна высоко в небе освещала две горные вершины. В ночном тумане эти горы зеркальных мечей, да сталагмиты между ними и правда создают впечатление огромных костяных врат мира усопших. Издалека это величественное порождение природы поражало сердца людей. У южной стены собралось порядка десяти тысяч людей. Все вместе они в ожидании смотрели в сторону поля боя. С самого начала разговоры и споры почти ни на миг не прерывались, ведь всем было интересно, кто победит. Внезапно, в далекой ночи, мертвая тишина охватила горы. Это породило у людей странное ощущение, что битва закончилась. Медленно загорелась вереница огоньков. Яркое пламя осветило небольшую неровную часть ворот. В то же время, едва заметная в свете огня, к южной городской стене шаг за шагом приближалась апатичная, холодная и зловещая фигура. Глава 582. Несущий угрозу, что бой закончился? Удивленно спросила Ледина. И тут же использовав на приближающейся фигуре духовные исследования, она была шокирована. Среди всех присутствующих у нее сильнейшие духовные исследования, то есть она видит дальше остальных. На темном клочке земли была видна отбрасываемая лунным светом человеческая тень. На теле, что отбрасывало ее, можно было различить пятна крови. Когда этот человек подошел ближе, эксперты у городской стены потрясенно уставились на него. Прорыв сферы успешен, или даже Еваньшин сейчас не мог разобраться в ситуации, потому что ощутил ужасающую убийственную ауру чуму. Даже на таком расстоянии он смогу прочувствовать всю ее глубину. Тем, кто медленно возвращался с поля боя, оказался чуму. Он проигнорировал стекающую с его тела кровь, несмотря на то, что это была его кровь. Пэмп чуму мог показаться медленным, но скорость его движения была высока. Очень скоро он оказался на виду у всех собравшихся у стены людей, ощутив на себе взгляды десятков тысяч глаз. И практически в каждом из них он смог прочесть шок и удивление. Это это вернулся чучин. Бой закончился. Но почему Цзянджи так и не появился? Цзянджи проиграл, или он позволил ему пройти, или первым вернулся с поля боя? Появилось множество вопросов, и, хоть до сих пор непонятно, кто победил, люди почему-то больше склонялись к тому, что бой закончил чуму. Все из-за источаемой им ужасающей ауры. Она никак не может принадлежать тому, кто только что проиграл. А что насчет Цзянджи? Спросила леди на, когда чуму приблизился достаточно. На столагмитовых скалах гор зеркальных мечей. Пусть кто-нибудь принесет его. Равнодушно ответил чуму, подняв взгляд на высокомерную женщину. Ты победил, Цзянджи? Леди намахнула рукой, отдавая распоряжение вернуть раненого Цзянджи. Чуму кивнул головой и сказал. Моя защита на этом закончена, так ты никого не пропустил до конца дня. Твоя сила действительно высока, и я надеюсь, что тебе удастся достичь последних сфер, сказала леди на. Сначала она посчитала чуму безответственным молодым человеком, в первых же сферах начав вести себя излишне высокомерно, бросая вызов не своему классу. Несомненно, это выставило его силу на всеобщее обозрение, в то время как для истинных экспертов второго класса эти деяния были ничем. Однако, после того, как он целый день не давал никому пройти мимо себя, ее взгляд на чуму изменился. По крайней мере, он не дал пройти мимо себя даже сильнейшему эксперту второго класса, а такое проявление силы уже равно тому, что она сотворила шесть лет назад. Такой эксперт, как она, приняв участие во второй битве за царство, определенно сможет без труда возвыситься в первом классе. Чуму ничего не ответив запрыгнул на городскую стену. Он стал просто ждать, когда Ледина объявит результат битвы. Вскоре после этого, стражи организаторов битвы за царство в спешке вернулись на своих крылатых питомцах. Вы принесли Цзянджи? Хэм? Он без сознания? Ледина быстро заметила тело Цзянджи на спине одного из питомцев. Вот только у стражей были странные выражения лиц. Стража и правда вернула Цзянджи. Вот только они вернули его труп. Ледина быстро поняла, что что-то не так, и только когда один из защитников города что-то прошептал ей, она внезапно поняла. Открыв от шока рот, она еле собралась с мыслями и переспросила. Он мертв? Цзянджи мертв? Да, Ледина. Цзянджи мертв. Низким голосом ответил один из стражей. Затем он намеренно окинул взглядом чуму и неосознанно вздрогнул. Шокированная Ледина тут же посмотрела на чуму. Потрясенным голосом с нотками любопытства она спросила. Ты-ты убил Цзянджи? Да, это несчастный случай. Спокойно ответил чуму. Так как это было произнесено вслух, их услышали и другие дрессировщики. Несчастный случай было произнесено. Чуму сдали легкомыслие, но эти слова штормом пронеслись по югу города. Десятки тысяч людей в мгновение ока замолчали. Шени Чин, находящийся на другом краю стены, замер с непроницаемым лицом. Он стал свидетелем смерти Цзянджи, хоть и не думал, что таким будет результат сражения. Цзянджи тщательно скрывал свою силу и никогда не раскрывал того факта, что у него есть два монарха среднего класса 9 ранга. Такой проницательный человек, безусловно, будет чрезвычайно осторожен в бою. Более того, он должен был хорошо знать, как защитить себя. Как бы обычно даже люди с более высокой силой не смогли бы его убить. Но отправившись на никем не уведенный бой, этот представитель секты региона Ло вернулся хладным трупом. Такой результат слишком невероятен для десятков тысяч присутствующих здесь людей, и Шени Чин не готов так просто смириться с этим. Цзянджи долго скрывал свою силу и высокомерно полагал, что он достаточно проницателен. Вот только он не думал, что этот парень из духовного дворца окажется ужасным монстром, произнес Джося, потирая виски. Он выглядел так, словно у него разболелась голова из-за появления еще одного грозного противника. Пораженный Чжань Хун застыл на месте, когда стражи принесли безжизненное тело Цзянджи. Когда Цзянджи призвал двух монархов среднего класса, он посчитал, что Чжу Чин не справится с этой угрозой. И тем не менее, этот скрывавший свою силу эксперт был таинственно убит. Что же произошло у врат мира усопших? Действительно ли это несчастный случай, или убийство ради молчания? Восьмой молодой господин Фанц за все это время гадал о намерениях Чуму. Однако, к чему бы он ни пришел, сила Чуму все равно далеко за пределами его ожиданий. Во время битвы за царство иногда случается так, что кто-то умирает. В этом соревновании нет жестких запретов на убийство соперника. Если в результате несчастного случая погибает несколько обычных дрессировщиков, никто и не заметит этого на фоне огромного количества участвующих в этом грандиозном событии людей. Но в этот раз умер один из сильнейших участников секты региона Ло во втором классе. Не потребовалось какого-либо намеренного распространения этих вестей, чтобы взбудоражить, а следующий день общественность города Тинься. Такова была реальность. Сразу после завершения защиты сферы Чуму смерть Цзянджи стала главной новостью битвы за царство, снова и снова поднимаясь среди молодого поколения. Сокрытие Цзянджи своей силы, ужасающая защита Чучина и то, что из боя в живых вернулся только он. Эти новости подняли такой шум не только потому, что умер сильный эксперт, но и из-за невероятной силы, продемонстрированной Чучином из Духовного Дворца. Начиная с первой сферы, позиции Чуму постоянно растут, становясь горячей темой для обсуждений. В глазах широкой публики, его сила была на пике молодого поколения, но скрытые эксперты, которые держат свою силу в тайне, видели в нем лишь клоуна. Тем не менее, после завершения этой четвертой сферы сила Чучина шокировала не только простых людей. Даже истинные эксперты больших фракций были вынуждены дать новую оценку этому молодому человеку. В следующих сферах могут столкнуться эксперты всех фракций, и каждый раз лишь определенная часть участников сможет продвинуться дальше. Слишком много неудачливых экспертов будут отсеяны и уничтожены в следующих трех сферах. В этой ситуации эксперты должны учесть каждого, кто несет им потенциальную угрозу. И как тот, у кого есть сила убить эксперта с двумя монархами среднего класса 9 ранга, Цзянджи, Чучин оказался одним из таинственных могущественных членов второго класса. Этот ненормально сильный молодой человек, который перешагнул через свой класс, чтобы бросить вызов следующему, наконец стал представлять угрозу для истинных экспертов второго класса. Битва за царство продолжилась. В пятой сфере Чучин из духовного дворца вновь шокировал всех. Его имя вновь появилось в числе лучших рейтинга Тинься. В пятой сфере ему проиграл сильнейший член секты элементалей. Даже появились слухи, что Чуму ликвидировал своего противника в самом начале пятой сферы, используя лишь трех питомцев, преимущество местности и странную тактику. И вновь слава о Чуму стала гулять по городу Тинься, превращая его в действительно опасного представителя скрытных экспертов. В шестой сфере Чуму встретился с Еваншином и Шанханом, с которыми сформировал команду. Там они столкнулись с экспертами Лу Дунхи, Дворец Кошмара, и Хуан Цзи, Духовный Альянс. Те в свою очередь тоже были со своей командой, но не смогли справиться с Трио и выбыли на ранних этапах прорыва сферы. К шестой сфере начали медленно раскрываться эксперты всех фракций. В этой сфере даже команде из Чуму, Еваншина и Шанхана пришлось нелегко. Один за другим появлялись эксперты, сильно истощая их, отчего команда едва смогла взять высшую награду. В конце шестой сферы был огромный шанс встретиться с истинными экспертами. В ходе седьмой сферы выбывает большая часть участников. Чучин, ты показал огромную силу и способности, но помни, что ты все еще должен оставаться на низком уровне, иначе будет много проблем. По окончанию шестой сферы Шанхан услужливо сделал напоминание Чуму. На самом деле, Чуму уже успел испытать на себе, насколько глубоки воды каждой фракции. Стоит понимать, что все те, с кем он столкнулся до этого момента, лишь простые помощники скрывающихся ото всех истинных экспертов, например тот же Лудунхи. Когда в седьмой сфере истинные эксперты дадут о себе знать, произойдет еще одна жестокая борьба. Глава 583. Скрытое название, часть 1, после первых двух сфер Чуму усилил своего боевого древня, оставшись со 100 миллионами золотых. И следом, в третьей сфере, он получил еще 150 миллионов. Отлично выполнив задачу защитника, Чуму заработал 400 миллионов, плюс 850 миллионов за пятую и шестую сферы. Сложив все вместе, он смог заработать 1-5 миллиарда золотых. Через несколько дней это начнется прорыв седьмой сферы, и враги в ней будут сильны. Лишь с контролем трех питомцев ему будет сложно конкурировать с экспертами. Последние несколько прорывов сфер он намеренно не укреплял своих питомцев, полностью положившись на свои навыки. В его планах было потратить собранные средства на усиление одного питомца, который редко подвергался усилению духовными предметами, и тем самым быстро поднять его силу. Такое решение было принято в виду того, что Чуму стали постепенно подавлять зачастившие встречаться на полях сражений сильные эксперты. Особенно остро этот вопрос стоял при встрече с Цзянджи в четвертой сфере, и с подчиненными одной личности в шестой. Чуму осознал, что даже с тремя духовными питомцами, средними монархами девять ранга, ему придется очень трудно в следующем прорыве сферы. Поэтому после четвертой сферы он начал копить деньги, и сейчас, накопив 1,5 миллиарда, сумма даже для людей взрослого и старого поколений достаточно большая. Он собирается потратить его на усиление одного из своих питомцев, обладающего самым сильным потенциалом из всех его питомцев. Мусе, фея ледяного воздуха, и дьявольский боевой древень не так давно прошли через усиление, так что даже потратив на них все 1,5 миллиарда, он, скорее всего, лишь поднимет им уровень. Во время четвертой сферы громовой зверь все же смог развиться до девять ранга. Используя технику сферы атрибута тьмы, он достигает уровня силы средних монархов девять ранга. Однако есть только два способа снова поднять его силу. Первый, отыскать дом демонов, а второй, сражение. Духовные предметы сейчас будут иметь на него довольно слабое влияние, как вариант, дух связующего ветра. В шестой сфере он поднялся до четыре уровня девять ранга, а его врожденный ранг стал еще ближе к монархам высокого класса. Если чуму потратит на него все 1,5 миллиарда, потенциально он сможет достичь высокого ранга монарха. Разница между средним и высоким классом монарха где-то на два ступени. Если дух связующего ветра действительно сможет достичь высокого класса монарха, сила чуму определенно возрастет. Поэтому дух один из лучших претендентов на увеличение силы. Джанье практически никогда не расстается с влиянием духовных предметов при поднятии уровней рангов, поэтому трата на него полутора миллиардов для чуму если он это сделает, то сможет повысить его силу на пару ступеней. В отличие от ситуации с ценим, Джанье лишь станет средним монархом девять ранга. Подталкивать его на следующий ранг предметом будет слишком, если дать ему немного больше времени. Он, скорее всего, своими силами догонит развитие остальных питомцев чуму. Призрачного короля чуму пока что не берет в расчет, так как основная задача этого питомца – мощная защита, на некоторых полях сражения непобедимая. Однако, когда дело доходит до мощи, то он значительно уступает Мусе, Ценю, Джанье и Белому Кошмару. Тратить на него деньги сейчас неразумно, это не даст уверенности чуму в грядущих сражениях из-за того, что способности призрачного короля подходят не для всех боев. Подумав немного, я пришел к выводу, что подходит только Дух Связующего Ветра. Старый ли, у тебя есть какие-нибудь предложения? После долгих размышлений произнес чуму. Дух Связующего Ветра ваш новый духовный питомец. Вы до сих пор плохо знакомы с контролем над ним. Нет, вы можете усилить его, но это не лучший вариант, сказал Старый ли. Колебания чуму как раз с этим и связаны, он пока что плохо скоординирован с Духом. Старый ли на самом деле склоняется к усилению Джанье, чуму до сих пор не смог раскрыть всю силу этого питомца. Если Джанье будет усилен до низких уровней 9 ранга, и обретет силу среднего монарха, с его растущей в бою силой он сможет раскидывать своих врагов. Однако у усиления Джанье есть и большой недостаток. Его сила и способности раскрываются к поздним стадиям сражения, то есть на это требуется время. А зачастую в противостоянии требуется именно абсолютная сила. Существует высокий шанс того, что чуму столкнется с врагом, который призовет четырех средних монархов 9 ранга. В сражении 3 на 4 может произойти так, что до того, как Джанье поднимет свою силу, двух духовных питомцев чуму успеют подавить, и тогда, как бы силен не был мой е, он, вероятно, не справится. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е, когда чуму и Старый ли зашли в тупик, внезапно дало себе знать белый кошмар, закричав в своем пространстве так, словно пытался что-то сказать. Другие питомцы чуму тут же начали вопить в ответ, в знак протеста. Все они хотели, чтобы этот белый кошмар, всегда стремившийся захватить душу чуму, вел себя незаметно и даже не думал о странных действиях. Вот только крик белого кошмара заставил взгляд чуму загореться. Духовный дворец и дворец кошмара всегда находились в конфликте друг с другом. Тем не менее, если один из членов духовного дворца получит питомца вида кошмар, это ведь не будет воспринято в плохом ключе, не так ли? Это это зависит от ситуации. В последнее время вы часто называете себя членом духовного дворца. И, наверное, в курсе кое-каких его правил. В духовном дворце запрещается его членам присоединяться к дворцу кошмара, палате духовных питомцев или духовному альянсу. Однако никогда не говорилось, что членам запрещено владеть духовным кошмаром. Лучше будет не призывать белого кошмара, потому что есть несколько упрямых стариков, которые из-за этого определенно доставят вам неприятности. Но, если вы получите высшую награду второго класса, несколько старейшин духовного дворца, как, например, старый духовных лекарь Д, должны защитить вас. В духовном дворце есть группа рационально мыслящих старейшин. Они прекрасно знают, что нет врожденной разницы между духовными питомцами. Что эта разница заключается в самом человеке, сказал старый лекарь. Лучше говоря, если я призову в бой белого кошмара, в духовном дворце определенно найдутся те, кто пойдет против меня. Однако, если я получу высшую награду, есть шанс, что они закроют на это глаза, так, спросил чуму. Молодой господин, вам лучше задать этот вопрос старейшине Д, сказал старый лекарь. Среди всех духовных питомцев чуму белый кошмар обладает лучшим врожденным рангом. Более того, все это время в своем развитии он полагался лишь на духовную силу чуму. Если на него потратить 1-5 миллиарда, сила этого питомца увеличится больше и лучше всего. Кроме того, с точки зрения использования в бою, белый кошмар является главным питомцем чуму, так как его властная аура естественным образом возвышает кошмара над другими. Если он сможет поднять свою силу, с его диковинным методом сражаться и уроном ужасающего дьявольского белого пламени, он определенно будет столь же свиреп, как Мосси. Кроме того, хоть белый кошмар обычно сражается как ему вздумается, он развивается с чуму с первого уровня первого ранга. Духовная связь между ними самая сильная, поэтому он может контролировать кошмара плавнее и эффективней, чем духа связующего ветра. Тогда пойду, спрошу. Раз уж он подумал об этом, чуму отправился прямиком к старейшине Д. Сначала чуму думал, что старейшина Д просто старейшина духовного дворца с очень высокой репутацией. Но когда он узнал, что старейшина Д стал одним из главных судей битвы за царство, до него стало доходить, что этот старик находится на более высоком положении, чем глава дворца Ю. А еще, старейшина Д защищает чуму. После того, как он убил Цзянджи, на чуму упал гнев нескольких старейшин секты регионалу. Но старейшина Д лишь холодно улыбнулся на это. Тот, кто недостаточно умел, не должен позорить себя. Если Цзянджи решил рискнуть убить одного из молодых дрессировщиков моего духовного дворца, и поплатился за это своей жизнью, я не против использовать свою репутацию, чтобы защитить нашего дрессировщика. Старейшины секты со зловещими лицами заявились допросить чуму. Однако, услышав сказанное старейшиной Д, эти эксперты не посмели даже пикнуть в ответ. Именно тогда чуму по-настоящему понял, что этот дважды исцеливший его старик на самом деле обладает очень высоким статусом. Негодник Чучин, даже если я старый весьма свободен, ты не можешь продолжать доставлять мне неприятности. Когда старейшина да увидел чуму, он подумал, что тот специально пришел к нему, потому что опять убил какую-то важную шишку в шестой сфере, и теперь ищет у него защиты. И на этот раз проблем не будет. Чуму неловко покачал головой. Кажется, за все то недолгое пребывание в духовном дворце он успел принести старейшине д немало проблем. Чуму не стал ходить вокруг да около и быстро рассказал старейшине, что одним из главных питомцев у него числится белый кошмар. Старейшина да занимался исследованиями, пока чуму рассказывал ему о проблеме. Когда парень закончил, руки старейшины да затряслись, а бутылочка с лекарством с хрустом взорвалась. Откуда у тебя белый кошмар? Повернувшись, с удивленным взглядом посмотрел на чуму старейшина. Чуму в свою очередь попросил старого ли объяснить все. Старый получеловек выдал длинную речь, в общих чертах описав историю того, как чуму был захвачен людьми дворца кошмара. Конечно, он забыл упомянуть важные детали. Чуму нуждается в дальнейшей поддержке духовного дворца, но говорить о полу дьяволе и муссе, а также о голубом затаившемся драконе сейчас не время. Ах, негодник, ах, негодник. Бенлань с детства оставалась чистой и добросердечной девушкой, не испорченной мерзкими проблемами. А потом она столкнулась с твоим отцом, той еще головной болью. Теперь появился ты, беспокойный и совершенно неразумный ребенок. Вздохнул старейшина да после того, как услышал историю. Чуму было немного стыдно. Он не ожидал, что старейшина да так плохо отзовется о нем и его отце. Тем не менее, это довольно интересно. Использовать духовного питомца дворца кошмара, чтобы раздавить их молодых телят. Поведение старейшины да вдруг разительно изменилось. Слегка нахмурив брови, он сейчас был очень похож на великовозрастного мальчишку. Видя разительное изменение поведения старейшины да, словно кто-то перелеснул страницу, чуму снова потерял дар речи. Увидев странное выражение лица чуму, старейшина да рассмеялся и быстро пояснил. Я просто не ожидал, что ты, негодник, все еще прячешь главного питомца. Боевая сила этого белого кошмара, все-таки, выше силы духа связующего ветра. Правильно воспользуйся этим, чтобы заставить их челюсти упасть на пол от удивления. Вызывай сколько хочешь, ничего страшного. Даже если я не смогу защитить тебя, все равно есть один старик, который защитит тебя. Никто не посмеет тебе что-либо сделать. О названии главы монарх высокого класса, белый кошмар, пп. Ща будут размышления уставшего разума, долгие и нудные. А вообще можно всю эту белиберду повторить, конечно же. То есть разница в силе питов вычисляется по их врожденному рангу. Слуга, боец и дальше, определяет общее количество силы и возможностей, Классу в этом врожденном ранге, в разнице и уровне владения развития атрибутами, И в боевом ранге, который делится на 9 уровней. И, самое главное, на врожденный ранг влияет именно сила атрибутов. То есть смотрите, если кто не забыл, Муси имеет врожденный ранг командир. Но уровень контроля над атрибутами, а у нее их три, Изначально возвышал ее до псевдомонарха. Затем в боях она оттачивала свои умения, А чему помог ей предметам, И как итог она развилась до уровня силы монарха среднего класса. То есть это командир с силой монарха. На первый взгляд это все запутано, Но когда осваиваешься, в принципе все понятно. И да, не мы это придумали, раз. Зачем это все нагорожено, Если не придерживается автор этой самой системы? Да, такие вопросы тоже поступали. В духе, к чему было выдумывать, Если петы все равно по рангам как блохи на сковородке скачут? Ответ, нужна же основа, Ёбт, от которой отталкиваться можно. Да и не стоит забывать, Что такие вот питомцы большая редкость в мире духовных питомцев, Исключение даже. Ну и последнее, что я хотел затронуть, Это все чаще упоминаемое превосходство питомцев друг над другом. У меня скоро словарный запас, Если честно, иссякнет, Но я все же назвал это ступенью. То есть Муси была на две ступени сильнее демона Цзянджи, Как пример. Тут все сложно, Потому что логически хоть и можно обосновать, Но на деле мутное нововведение, И тем не менее, Как мы понимаем, Это совокупное превосходство вообще всех деталей силы питомца. То есть имея превосходство в атрибуте, Один ступень в ранге, Двоя ступень в местности, Трия ступень в технике и прочее, прочее, прочее. Потому что опять-таки, Ранговая система слишком усреднена. И вот на этой строке у меня закипели мозги. Так что продолжу в следующий раз. Глава 584. Скрытое название, Часть 2, Чуму не ожидал, Что старейшина Д будет таким прямолинейным. В предыдущих боях, Как бы тяжело ни было, Чуму не призывал белого кошмара. По правде говоря, Хоть белый кошмар средний монарх 8 ранга, По части атрибутов он невероятно талантлив, И потому никаких проблем не возникнет, Даже в противостоянии среднему монарху Низких уровней 9 ранга. Если духовный дворец не запрещает белого кошмара, То Чуму может использовать все свои деньги На стремительный рост этого питомца. И в последующих прорывах сфер Больше полагаться на этого питомца. Тогда большое спасибо старейшине Д. Могу ли я узнать, Кто тот старейшина, О котором вы упомянули? С любопытством спросил Чуму. По словам старейшины Д, Кто-то тайно поддерживает его. Этот старик заметил тебя, Когда ты впервые прибыл в духовный дворец. Обычно он имеет привычку исчезать и появляться, Когда ему вздумается, И потому мало кто в духовном дворце встречал его, Я забочусь о тебе из-за его скромных побуждений. Старейшина Д дал ясно понять своими словами, Что ответа Чуму не получит. Чуму тут же спросил старого ли, Но тот признался в неведении, И сказал, что, возможно, Этот человек из внутренней части духовного дворца. Это часть места, Где собраны самые авторитетные фигуры духовного дворца, Те, кто превзошел титул 10 ранга. Их личности не раскрываются публике. Некоторые храбрые и известные члены молодого поколения Иногда издевательски называли их живыми трупами. Так они высмеивали то, Что эти старшие никогда, И ни при каких обстоятельствах не появляются в свете, Словно лежат в гробу. Ну, а самое главное, Большинство людей духовного дворца не знают, Кто эти люди. В этот раз Чуму снова понял, Как просчитался, Ибо этот старейшина Де, Постоянно пренебрегающий своими обычными обязанностями И развлекающийся изготовлением различных лекарств, Оказался важным старейшиной духовного дворца. В духовном дворце много старейшин, Таких как этот духовный лекарь Де. Несколько глав дворцов, Священные стражи, Великие управленцы внешней и средней части дворца, Бесчисленные старые ученые Из двух великих священных библиотек, Занимающиеся исследованиями, И те, над кем смеется молодежь, Старики из внутренней части, Никогда не лезущие во внешние дела. Никто точно не знает, Есть ли у этих великих старейшин реальная власть. Чуму также понятия не имел, Кто тот добродетель, Решивший позаботиться о нем. Но, так как старейшинам дворца будет все равно, Есть ли у Чуму белый кошмар, То ему нечего бояться. Он быстро принялся за поиски Наиболее подходящих духовных предметов, Чтобы усилить белого кошмара. На простом обмене редко можно отыскать предметы стоимостью 1,5 миллиарда, Потому Чуму воспользовался советом старейшины Д, И купил дорогую душу кошмара у одного из старейшин торгового союза. В прошлом он уже приобретал душу для усиления призрачного короля, Используя уникальный метод переработки духовного предмета духовных лекарей, Или техникой ушедшей души. Чуму не понимал подробностей того, Как все происходит, Но эта техника очищает душу некогда сильного телом питомца, А затем сливает ее с питомцем дрессировщика, Что позволяет значительно укрепить его. Это был крайне высокоуровневый таинственный процесс укрепления. Ну и это также непосредственный способ повысить видовые возможности. Выбрав подходящее время, Чуму потратил 1,5 миллиарда на усиление 9 уровня 8 ранга белого кошмара. Так как способ усиления очень трудный и затратный, Чуму попросил у Ециньцзы духовное лекарство, Восстанавливающие духовную силу, Чтобы не истощить свою душу в длительном процессе укрепления энергии. Неистоящий напротив Чуму белый кошмар был объят белым пламенем. Он всегда был похож на Чуму, И стоя вот так у парня было чувство, Словно он смотрит в демоническое зеркало. Если ты готов, мы можем начать укрепление, Произнес Чуму. Не-е-е-е, белый кошмар, Окутанный пламенем отражения Чуму, Кивнул головой, И в его дьявольских глазах появился блеск волнения. Что случилось? Заметив странное поведение белого кошмара, Чуму решил поинтересоваться причинами. Не-е-е-е, тихо ответил на своем языке белый кошмар. Закончив его слушать, Чуму улыбнулся. Конечно, я усилию тебя. Ты что, думаешь это душа кошмара в моей руке, подделка? По правде говоря, белый кошмар предложил себя на усиление шутки ради, Лишь чтобы вызвать небольшой хаос. Он очень умен, и понимает, насколько это на самом деле опасный для Чуму процесс. Когда его сила достигнет определенной точки, Он инстинктивно поглотит душу своего хозяина. Поэтому он знал, что у него никогда не будет каких-либо усилений духовными предметами. Таким образом, белый кошмар не рассчитывал на то, что после его возгласа в Чуму на самом деле пойдет и купит для его усиления духовные предметы. Более того, потратив на них огромные деньги, то, что не получил ни один другой духовный питомец Чуму. В священном регионе связующего ветра белый кошмар чуть не поглотил душу Чуму, но тот не стал его винить в случившемся. Белый кошмар после этого инцидента чувствовал большую вину и в последующих тяжелых боях выкладывался на полную, особенно в Божественном регионе. Сейчас Чуму передаст кошмару крайне ценные предметы, от чего питомец впервые почувствовал к себе такое же, как к другим питомцам отношение. Если бы не дьявольское пламя, которое сформировало его тело, этот зловещий белый кошмар определенно разразился бы слезами. Чуму, зная по опыту, понял эмоциональное состояние белого кошмара. Тепло улыбнувшись, он сказал, в прошлом я не усилил тебя, потому что твой видовой ранг был слишком высок. Простые духовные предметы были почти бесполезны для тебя. Но в седьмой, восьмой и девятой сферах у нас с тобой будет очень много могущественных врагов. Я должен буду положиться на тебя в таких боях. Не-е-е, дьявольское пламя на теле белого кошмара внезапно вспыхнуло, а питомец воспрял духом. К счастью, Чуму уже привык к огню этого существа, так что находясь рядом с ним никак не препятствовал разлетающемуся пламени. Наблюдая, как белый кошмар быстро возвращается в нормальное состояние, Чуму хорошо чувствовал, как крепнет духовная связь между ними. На его лице появилась удовлетворенная улыбка. Поворотным моментом в жизни Чуму стало появление Мосси. Однако, если бы не присутствие белого кошмара, его духовные исследования никогда бы не достигли такого высокого уровня. То, что он смог добраться до города Тиньса, имея при этом способности дойти до седьмой сферы, неотрывно связано с белым кошмаром. Более того, правда заключается в том, что прошло уже столько лет, что Чуму попросту привык к угрозе белого кошмара. Пожирание души является инстинктом. Конечно же Чуму знает о всех опасностях и ужасах, но этот питомец сопровождал его на всех этапах его развития как дрессировщика. Он всегда сражался за Чуму изо всех сил, и как бы то ни было, но он первый настоящий духовный питомец парня. Чуму все равно, слаб его питомец или нет. Его не волнует, что их ранг может быть низким. До тех пор, пока они следуют за ним, всегда рядом и готовы сразиться за него, неважно, насколько они злы, они все равно его духовные питомцы, а значит Чуму сделает их сильнее. Хорошо, давай начнем. Произнес Чуму, обращаясь к кошмару. Тот в ответ со всей серьезностью кивнул. Слушая команды Чуму, он начал медленно сливать души кошмаров со своим телом. Затем, дюйм за дюймом, он стал сближать их со своей душой. У души кошмара огромное количество энергии, и когда Чуму использовал свои силы, чтобы слить ее с белым кошмаром, он очень быстро истощился. А душа еще оказала и существенное ментальное сопротивление. Не-е-е, белый кошмар тоже почувствовал упрямство души кошмара, и тут же издал дьявольский, устрашающий крик. Это возымело свой эффект, и совместно с силой Чуму, им удалось подавить сопротивление. Затем душа медленно трансформировалась, став энергией белого кошмара. Это было беспрецедентное сотрудничество со стороны белого кошмара. Он обладает врожденной способностью пожирать тех, кто принадлежит к его собственному виду, и когда могущественные души кошмаров приблизились к нему, белый кошмар больше не нуждался в помощи Чуму. Он начал пожирать 1-5 миллиарда золотых в виде душ кошмаров. Я так до конца и не понял, одна душа, или несколько, на все ли деньги их закупил, или нет. Перевожу как есть. Ху-ху-ху-ху, дьявольское пламя на теле белого кошмара стало интенсивней. Оно словно задалось целью полностью затопить собой комнату Чуму. Вещи вскоре были хорошо прожарены, но к счастью, белый кошмар был в состоянии ограничить безрассудство своего пламени, и не спалил всю комнату. Пожирание души причиняло сильную душевную боль, перетекающую в сознание Чуму, и вынуждающую его силы быстро истощаться. Чуму не знал, как долго это длилось. Он знал лишь одно, когда его духовные силы практически исчерпались, пожирание белого кошмара прекратилось. Не-е-е, белый кошмар слабо вскрикнул. Его дьявольское белое пламя неожиданно исчезло, оставив после себя очень похожее на ртутное тело. Пламя этого существа было ему подобно коже, потому Чуму впервые увидел, как оно полностью погасло. Молодой господин, дьявольское пламя белого кошмара исчезло. Весьма вероятно, что у него родится новое дьявольское пламя. Лишь сейчас, когда эмоции этого питомца наконец изменились, этот ненормально одаренный кошмар показал признаки развития. Теперь ему остается только закончить поглощать души. Взволнованно воскликнул старый Ли. Улыбка, как отражение восторга в его сердце, появилась на бледном лице Чуму. Быстро приметив истощение своего питомца, он поспешил отозвать его в пространство духовных питомцев. Когда белый кошмар был перенесен, то тут же погрузился в глубокий сон. На его теле не было ни единого признака пламени или развития. С призрачным королем в свое время было так же. Вскоре на его теле появится совершенно новое высокоранговое дьявольское пламя. А это в свою очередь будет значить, что видовой ранг кошмара возрос. Он, врожденный монарх среднего класса, поднимется до монарха высокого класса. Когда белый кошмар проснется, у Чуму появится белый кошмар, отбросивший свое смертное тело ради нового тела, тела истинного монарха высокого класса. Глава 585. Жестокая сфера прохождения. Седьмая сфера началась на несколько дней позже прежних. Это было сделано для того, чтобы дошедшие до нее дрессировщики могли передохнуть и восстановиться. И вот одна из самых жестоких сфер битвы за царство вот-вот начнется. Для Чуму это сфера прохождения. То есть он должен в определенном месте пройти через крайний опасный мир. Хотя в сфере прохождения для участников практически нет ограничений. Даже если дрессировщик не войдет в указанное место, а обогнет его в этом мире по широкой дуге, это не будет считаться нарушением правил. Однако есть четко ограниченное количество времени. Если участник не успеет вовремя добраться к нужной точке, он выбывает. И организаторы обычно выбирают такие места и миры, обойти которые невозможно. Вокруг города тянется бесчисленное множество различных миров. Когда Чуму двигался к нему с запада, он часто двигался прямиком через них. Сфера прохождения была в пределах ожиданий Чуму, потому что само по себе представляет масштабную зону. Она станет огромным соревнованием, в котором каждому будет предоставлена свобода. И потому зачастую случается так, что в конечной точке в бою между собой сталкиваются множество дрессировщиков. При выборе сложности, Чуму естественно выбрал командерскую, второго класса. К седьмой сфере первый, второй и третий класс четко разделяются. Потому тот случай, когда Чуму попал в рейтинг первого класса, нынче не сможет повториться. Истинные эксперты города тянется стали давать о себе знать. Скоро рейтинг тянется будет состоять из имен тех, кто совершил успешный прорыв седьмой сферы. Седьмая сфера вступила в подготовительную стадию. До момента вступления в мир никто из участников не знал, каким он будет. Они будут привлечены членами трех различных фракций. По сведениям прошлых лет организаторы обычно просто забрасывают участников на край миров, сообщая им, где они должны оказаться через несколько дней. Остальное остается за участниками. Когда наступил назначенный день, в назначенном месте появились три организатора. Они сохраняли молчание. Призвав своих крылатых питомцев и закрыв Чуму глаза, они понесли его к месту прохождения сферы. Так как это седьмая сфера, миры будут непростыми. Это можно было понять по одному лишь расстоянию. Трем организаторам потребовалось лететь целых пять дней, прежде чем они достигли отправной точки. За эти пять дней глаза Чуму были постоянно закрыты, так что даже если Чуму и посещал этот мир раньше, он все равно не знает, куда его занесли. Остальные участники находились в таких же условиях. Возможно они проходят один и тот же мир, а возможно и нет. Каждый участник отправляется в город Тинься из разных точек и по разным маршрутам. Чтобы обеспечить честность соревнований, прохождение сферы начнется на седьмой день, когда все участники будут находиться на своих местах. Под присмотром трех организаторов Чуму прождал целых два дня. Когда на седьмой день взошло солнце, организаторы, наконец, сообщили ему точку назначения. Конечный пункт. Восточная сторона озера Чень. Время ограничено 15 днями. На шестнадцатый день прибудет главный судья, второй судья, а также другие организаторы. Если будете там к этому моменту, вам засчитают прорыв сферы. Пояснили для Чуму организаторы. Тогда как определяется рейтинг? Поинтересовался Чуму. Поскольку судьи прибудут лишь на шестнадцатый день, как они будут определять рейтинг? В конце концов, никто из организаторов не сможет судить, кто пришел первым. Мы в этом некомпетентны. На этом наши обязанности заканчиваются. Таков был их ответ. В двух словах пояснив задачу, они призвали питомцев и вернулись в город Тинься. Чуму проследил взглядом за удаляющимися силуэтами. Он не торопился выдвигаться вперед, вместо этого задумавшись над своим вопросом. За пятнадцать дней довольно трудно пройти сферу, но, скорее всего, к седьмой сфере остались лишь те эксперты, кто хорош в тренировках в дикой природе. Озеро Чень достигнут многие из них. Поскольку судьи появятся лишь на шестнадцать день, в задачах есть сокрытые условия. Раздался голос Старого Ли. Чуму не глуп. Под этим условием подразумевается, что организаторы не планируют определять рейтинг по скорости прохождения сферы. И то, на что намекает Старый Ли. Если на шестнадцать день ты там будешь один, то, естественно, первое место за тобой. После того, как он понял это, Чуму не мог не вздохнуть из-за такой организации этого соревнования. К чести и награде каждой сферы нужно пробиваться через подчеркнуто жестокие условия, или попросту следуя правилу выживает сильнейший. Чуму начал осматриваться. До того, как войти в мир, сначала нужно изучить окружающую обстановку. Сейчас он находится в лесу, покрытом буйно растущей травой. Даже слишком буйно, ведь местами она достигала высоты больших деревьев. Находясь среди этих стеблей, человек почувствует себя крошечным. По крайней мере, организаторы указали Чуму в какой стороне восток. Призвав громового зверя, он сказал ему двигаться в этом направлении. Гибкость близлежащих трав была на высоте. Когда ночь побежал, их высокие стебли плавно расходились в сторону, при этом ничуть не повреждаясь из-за молниеносной скорости громового зверя. Трава в один момент резко закончилась, и видимость стала значительно лучше. Перед ним был небольшой обрыв, за которым раскрылись широкие поля. Они заросли невысокой дикой травой, идущей волнами под напором налетающих ветров. В некоторых местах, пятнами, поле разрасталось столь же высокой травой, как и та, из которой только что выбрался Чуму. Словно крошечные леса, проросшие на бескрайней равнине. Для Чуму есть пока только одно направление, на восток. В той стороне он смутно различил извилистый горный хребет, раскинувшийся с севера на юг, и преграждающий ему путь. Обратная сторона хребта оказалась вне зоны видимости парня. Но он убедился, что на равнине нет никаких озер с водопадами, а значит его цель находится за пределами этого горного хребта. Старый ли, что это за мир? Спросил Чуму. Это место мне, кажется, незнакомо. Старый ли тоже ничего не слышал об этом мире? В виду отсутствия какой-либо информации Чуму остается лишь двигаться вперед. Скорее всего этот горный хребет является миром со своими особыми территориями. Как только он попадет на восточные склоны этих гор, он окажется недалеко от озера Чинь. Как только он найдет озеро Чинь, он найдет и водопад. Далекий горный хребет, казалось, находился прямо у них перед глазами, но Чуму очень долго ехал верхом на громовом звере. Эта визуальная иллюзия часто встречается в дикой природе. Чуму не спешил, просто двигался вперед в своем обычном темпе, иногда оглядываясь вокруг, чтобы посмотреть, нет ли других двигающихся к горами соперников. Когда время близилось к полуночи, горный хребет, наконец, полностью предстал перед Чуму. Издалека горный хребет казался всего лишь несколькими едва заметными линиями на горизонте. Однако, когда он оказался под этой огромной горной грядой, он в полной мере прочувствовал все их величие, раскинувшиеся на земли вокруг. Горный хребет был не так спокоен, как думал Чуму. Ему пришлось заставить ночь подняться на несколько высоких скал, прежде чем кое-как отыскать путь в горы. Хай, как раз в тот момент, когда Чуму планировал двинуться по тропе, громовой зверь предупреждающе крикнул. Перейдя на девять ранг, громовой зверь получил значительное увеличение возможностей своего восприятия. В обычных обстоятельствах Чуму не может постоянно применять свои духовные исследования, поэтому на первое место выходит восприятие громового зверя. «Здесь пахнет кровью?» — спросил Чуму, погладив рога ночи. Тот в ответ настороженно кивнул и сделал небольшой шаг вперед, скользнув в тень горы, оттуда вниз, где в итоге приземлился на одну из каменных террас. Как только громовой зверь замолчал, его тело само по себе слилось с темнотой, заодно скрывая и Чуму. «Никаких признаков битвы, они, вероятно, уже мертвы. Давай спустимся», — сказал Чуму. Появившись из тени, громовой зверь легким шагом спустился вниз. Под ними оказался узкий проход, едва способный вместить в себя более крупных духовных питомцев. Когда Чуму приблизился к нему, он специально воспользовался духовными исследованиями, чтобы изучить окрестности и убедиться в отсутствии опасности, после чего двинуться в усыпанный обломками проход. Из-под обломков доносился запах крови, а среди камней можно было различить чьи-то тела. Кровь уже успела высохнуть, а значит умерли они достаточно давно. «Молодой господин, посмотрите, есть ли у них какие-нибудь печати», — сказал старый Ли. Чуму кивнул и перевернул трупы. Действительно, у всех троих были идентификационные печати, но увидев их, выражение лица Чуму изменилось. Они — это организаторы битвы. Увидев три окровавленные печати, Чуму глубоко вздохнул и кое-что понял. Пройдясь по округе, он быстро изучил цвет крови. Они мертвы уже два дня. Прикоснувшись к почерневшей крови, он почувствовал, как его пробивает озноб. Кто-то убил организаторов битвы за царство. Глава 586 Новый компаньон, достигнув точки отправления Чуму, был вынужден под присмотром членов организаторского комитета прождать два дня, чтобы стартовать одновременно со всеми участниками этого прорыва сферы. Из-за того, что он убил несчетное число людей, Чуму стал весьма чувствителен к крови, и может точно определить время смерти человека. После примерных расчетов, что этих людей убили примерно в тот день, когда он прибыл к месту своего старта. Чтобы уйти на два дня раньше, этот человек убил членов оргкомитета. Это весьма пугающая личность. Глубоко вздохнул Чуму. Сердце Чуму не знает жалости, но за эти два дня он даже не думал о том, чтобы убить своих сопровождающих. Тот, кто готов совершить такое, не только злой, но и невероятно коварный, а значит в решающий момент не дрогнет, какой бы ни была цена. Так как трупы оказались на его пути, значит, что ужасный убийца не так далеко от Чуму. Теперь по дороге ему придется быть еще более осторожным. Что касается того, имел ли убийца какие-либо другие намерения, Чуму не знает. Он собрал все печати покойников. Если организаторы будут точно знать, кто несет ответственность за смерть трех своих членов, если они не вернутся, то убийца не сможет избежать последствий. Кстати говоря, если этот человек убил своих сопровождающих, то он не знает, куда надо идти. Как же тогда он продолжит проходить сферу? Вслух пробормотал Чуму неожиданно пришедший в голову вопрос. Этот человек не знает жалости. Встретив на своем пути другого участника, он узнает нужное от него. Внезапно сверху раздался чей-то голос. Чуму вздрогнул. Это был женский голос. Хотя он был приятен слуху, странным оказалось то, что он раздался прямо над ним. Чуму немедленно поднял голову и увидел стоящую на сосне женщину. Она была облачена в черную, плотно облегающую ее изящные и соблазнительные формы одежду. На фоне одежды контрастом оказалась чистая белизна ее рук и белая кожа прекрасной шеи. Вид которой заставлял воображение разыграться. Почти все лицо закрыло черное вуаль, оставляя открытыми только глаза. Эти глаза были резкими, манящими и спокойными, сияя неземной красотой, достойной восхищения и завистливых вздохов. Она находилась далеко от Чуму, а голос пришел с духовными исследованиями. Чуму прекрасно понимал, что на таком расстоянии она не сможет атаковать. Кроме того, если она действительно хотела бы устроить ему засаду, то не стала бы раскрывать своего присутствия. Но он все равно удивился, ведь эта особа была ему знакома. Тем не менее, каждая встреча с ней оставляла у него чувство недостижимости. Даже обладая утонченной элегантностью, эта девушка все равно казалась отчужденной и труднодоступной. Принцесса дворца кошмара, принцесса Цзинжоу. Когда-то Чуму был хорошего о ней впечатления, и даже испытывал к этой девушке теплые чувства. Но он не из тех, кто любит мечтать, и прекрасно понимал, что расстояние между ним и этой девушкой просто огромно. Позже он осознал, что она остается идеальной, даже опуская свой статус, планы и борьбу за власть и богатство. Поэтому даже после того, как Чуму стал молодым господином духовного дворца, заняв равное ей положение, он по-прежнему был далек от ее высот. Потом он повстречал Ециньцзы, который стал испытывать более сильные чувства. Посчитав, что она наиболее подходящая ему девушка, Чуму стер все свои фантазии о принцессе Цзинжоу. Но он никогда не думал, что повстречает эту девушку здесь, в седьмой сфере. Похоже, она одна из его соперников, двигающихся в ту же сторону, что и он. Она моложе даже Чуму, так что она тоже эксперт, превосходящий ранга. Тем не менее, ее имя практически никогда не мелькало среди рейтинга Тиньса, поэтому никто не обсуждал ее силу. Слава Цзинжоу намного меньше, чем у Чуму, постоянно завоевывавшего высшую награду. И все же в битве за царство есть скрытые эксперты, и принцесса Цзинжоу определенно одна из них. Тебя чем-то озадачил мой внешний вид? Принцесса Цзинжоу, видимо, брезговала трупами, потому предпочла остаться далеко на дереве, общаясь с Чуму через духовные исследования. Угу, неплохо, ответил Чуму. Он не стал приближаться к ней, намеренно демонстрирующую свою соблазнительную сторону. Вместо этого предпочитаю держать дистанцию. В прошлой сфере ты избавился от моего стража, приплыл голос Цзинжоу. Чего ты хочешь? Не желая ходить вокруг да около, Чуму спросил у нее напрямую. Разве я могу осмелиться чего-то желать? С явным намеком на давление со стороны Лю Бен Лань ответила девушка. Положение Лю Бен Лань очень высоко, и даже дворцу кошмара приходится быть с ней крайне осторожным. Как член молодого поколения, принцесса Цзинжоу обладает высоким статусом, но он все же равен таковому у Чуму, потому сделать с ним она ничего не может. Чуму не любит, когда с ним говорят сверху, поэтому на своем громовом звере переместился вдоль крутого обрыва, вскоре оказавшись возле принцессы. Специально окинув девушку изучающим взглядом, он произнес. Убийца этих людей, вероятно, очень силен, и может иметь скрытые мотивы, будь осторожна. Ты не планируешь путешествовать со мной, ведь ты мой личный страж, сказала принцесса Цзинжоу. Если в конце должен остаться лишь один человек, то мы станем врагами. Думаешь, в этом есть необходимость? Ответил Чуму. Услышав его, принцесса удивленно моргнула и засмеялась. Смех был чистым и красивым, разлетевшись по горам легким эхо. Чуму пришлось признать, что принцесса Цзинжоу очень привлекательна. Независимо от тела, внешности лица или голоса, создатель, кажется, не пожалел ей всю нежную красоту этого мира. Когда она смеется, даже самые холодные сердца растают и покорятся ее элегантному голосу. Вот только Чуму в прошлом получил серьезную психическую травму, нанесенную женщиной с идеальной внешностью и поведением, и потому сейчас его больше волнует внутренняя красота. Когда-то принцесса привлекла его своей отзывчивостью. И все же теперь Чуму ощущает не прежнюю искренность, но еле уловимое лицемерие. Незаметно он постарался стать еще бдительней с этой удушающе красивой девушкой. Этот мир очень велик, в нем существует множество путей. Хоть наши с тобой стартовые точки находятся близко, мы можем направляться в совершенно разные места. Отсмеявшись, принцесса все же объяснила ему что к чему. Увидев, что Чуму озадачился, она добавила, в сфере прохождения почти не существует правил. Первое, что делает каждый участник, это двигается не в конечную точку, а на поиски членов своей команды. Тогда разве у тебя нет своей команды? Принцесса Цзиньжау многие годы готовилась к этой битве за царство. Скорее всего в этой седьмой сфере ее стражи должны будут ожидать ее в назначенном месте. Всего было пять человек. Лудун был побежден в шестой сфере. Еще один человек столкнулся с экспертом духовного альянса в пятой сфере и тоже выбыл. Еще два человека находятся в совершенно разных мирах. Лишь один человек находится в этом мире, но ей будет сложно найти меня. Кратко изложила ситуацию принцесса. Хочешь отправиться со мной? Чему понял смысл ее слов? Имым. Убийца своих сопровождающих должен находиться где-то в этом регионе. Я, вероятно, не смогу справиться с ним в одиночку. Ты, как король острова заключения, обладаешь невероятным опытом выживания в дикой природе. Следовать за тобой для меня будет безопаснее, и мы сможем присматривать друг за другом. Сказала принцесса Цзиньжау. Либо ты доверяешь мне, либо я не представляю для тебя угрозы, либо у тебя уже есть свой план. Напрямую заявил Чуму. Ты слишком много думаешь обо мне. Совершенно другим тоном отреагировала девушка. Ее чистые глаза не сводились чуму взгляда. Но Чуму попросту не может не усложнять все связанное с ней, ведь эта девушка представляет для него смертельную угрозу. А после божественного региона он для себя уяснил одну важную вещь. Та девушка-питомец скорее всего находится в городе Тинься. И хоть между ними, по идее, должна быть сильная духовная связь, ее мощные ментальные способности могут с легкостью отрезать ее. И потому он не ощутит это существо даже если она будет находиться у него перед лицом. Впечатление Чуму об идеальной внешности предавшей его девушке-питомца было довольно расплывчатым, а вот совершенство внешности принцессы Цзиньжау как раз вписывается в этот показатель. Поэтому Чуму настороженно относится к ней. Из-за такого уровня бдительности о каких-либо чувствах к этой девушке и речи быть не может. Чуму не имеет ни малейшего желания оставаться возле нее, потому что она опасна. Я думаю, тебе следует быть осторожнее. Мы в разном положении. Чуму вежливо отказался от ее компании. После этих слов он похлопал громового зверя, давая понять, что пора покинуть это место. Принцесса Цзиньжау молча стояла на ветвях. Ее спокойствие предавало ее бразгорной фее. Ее взгляд был направлен на спину удаляющегося Чуму. И только когда он оказался на довольно приличном расстоянии, она снова воспользовалась своими духовными исследованиями, чтобы сказать ему, Сягуанхань уже подготовил ловушку на тебя. Независимо от того, как сильно ты скрываешь свою силу, ты все равно можешь стать ее жертвой. Остановив громового зверя, Чуму молча замер среди теней. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на принцессу, в его глазах на этот раз читались несколько различных эмоций. Глава 587. Ожидание ловушки за высокой горой начиналось огромное по своим размерам грядо горных хребтов. Среди них змеилась синяя лента реки, берущая свое начало где-то далеко среди вершин. Стоит только преодолеть две совершенно разные местности. Выходишь к двум горным лесам, между которыми пролегает долина, тянущаяся в неизвестность горных хребтов. Чуму и принцесса Цзиньжа удвигались параллельно этой долине, направляясь против течения. Их конечной точкой является водопад Озера Чинь. Между собой они пришли к соглашению, согласно которому они вместе добираются до финиша, и разделяют между собой высшую награду. Хотя Чуму очень хотел заполучить всю сумму, в седьмой сфере им повстречается слишком много экспертов, поэтому он не думает, что действительно сможет сделать это самостоятельно. Сила принцессы определенно выше, чем у него, плюс она изучила многих представляющих угрозу экспертов второго класса. Таким образом, Чуму сможет получить от нее довольно точную информацию. Но конечно же главная причина их объединения заключается в другом. Принцесса упомянула о ловушке Сягуанханя. Чуму уверен, в прошлом она не сговаривалась с Сягуанханем, и потому он посчитал, что вероятнее всего она не лжет. Сам же Чуму все это время втайне опасался Сягуанханя. Этот человек уже использовал сердце девятихвостой как приманку, то есть должен быть уверен в том, что Чуму в городе Тинься. Сначала Чуму считал, что достаточно не призывать в боях Моссе, и тогда этот человек не сможет раскрыть его. Но, по всей видимости, он сильно недооценил способности Сягуанханя, ведь тот нацелился на него еще с четвертой сферы. Принцесса Цзиньжау объяснила, что Чучин из духовного дворца был слишком заметен в последнее время, а также добавила, что его враждебность к Шеничину не смогла помочь ему. Поэтому в битве за царство они раскрыли его личность. В этот момент принцесса упомянула имя одного человека, Джося из тайного дворца. У этого человека много подчиненных, и не исключено, что именно ему было предложено расправиться с Чуму во время битвы за царство. Этот человек добрый.